на улице воскресенье это значит что привычные уже вам кинологи выходят в эфир только сериологи но все еще привычные я зависел но она не желтая нет моргает как коровы и трозори здоровье здоровье здравствуйте дорогие друзья здравствуйте как ваш с вами три о кинологов дима дима вася я из новой локации между прочим окно кроме видите окно другое да это окрасит наш сегодняшний эфир ого реклама какая-то когда я зашел на канал ничего себе реклама знаешь какая у меня у меня а чё это я буду рекламить рекламу это как-то неправильно получается реклама на нашем канале значит все должно быть нормально не а у меня не то у меня по и пи другая сейчас у меня корейская он испарился помпом очень мягонько подгоняющего вообще как просто да я в корее дорогие друзья вот есть чем угадайте какой угадайте сразу надеюсь все надеются да ну чё ну чё у нас сегодня три сериала у нас сегодня три сериала у нас сегодня важный анонс но он будет где-нибудь после новостей я думаю или после трейлеров или после новостей и трейлеров как я встретил вашу маму разделение и целая гора аниме просто василию сказали посмотри что-нибудь и его порвало я посмотрел всякую я решил что вчера давно не было анимологов поэтому устроил себе анимологи затащил вместо одного сериала ну глянул 3 один из которых как бы там весь сезон остальные так чтобы хоть ориентироваться в них по пол сезона и сикае логи у нас сегодня сикае логи да я скоро уже смогу к этот как он там квартет из сикаев смотрите понимать все отсылки судя по всему какие-то называется где про этой рубрике нужен спин-офф да да знаете короче это я вот сижу смотрю на себя в твиче с нормальной картинкой и короче самое удивительное в корее что у них здесь эра победившего 5g и типа тут вайфай площадью квадратный километр висит просто ты идешь подцепился 30 минут идешь и все еще к нему подцеплен просто по парку это офигительно и все и все 5g на это офигительно про нам кстати даже обещают завести где-то в следующем или через год так что в целом нормально нормально подогреваем видимо и скорее везут они вайфай или 5g я просто к джейда да да нет кунгура он он подключен к вайфай или 5g просто не я я подключен к вайфаю но вайфай у меня тип нормальный 100 мегабит слава богу в кои-то веки не надо вот это вот как как было раньше окей кажется у нас будет нормальный эфир 1 я сейду исполнит главную роль в экранизации эротического романа эммануэль и если вам что-то еще здесь обсуждать за каким-то надо я даже не знаю о чем а меня а мне надо обсуждать потому что его снимает женщина типа это шо за эммануэль будет неправильно да я боюсь что когда эммануэль снимает женщина потеряна некоторая такая важная смысловая духовная часть мэнс гейза будет недостаточно в этом фильме по моему так что я не очень во душе это вопрос к оригинальному насколько вообще потому что типа я на рассмотрел какие-то странные продолжения которые просто выезжают на как бы на франшизе известно или возвращается или что типа типа того да как там с эти любовь морковь восстание машин вот это вот она смотрел восстание машин и это типа не то не канон есть оригинал который вроде как тот самый единственный неповторимый которому надо приобщиться и он вроде как не эксплуатационного характера что-то там еще я если у меня есть топ любимых зрителей то его в его пятерку точно входит кайл маклаклан который дает самую ценную информацию в ходе эфира его снимает постановщица события победитель прошлогодней венеции неплохая драма про не нелегальный аборт во франции 60-х эммануэль резко стала какой-то очень неправильный прикинь просто вот ты сидишь такой про чем не снять кино сниму как кино про нелегальный аборт во франции 60-х я такой на сегодня пойдем в кино давай пойдем на кино про нелегальный аборт только такие останутся так что у нас есть пару новостей сегодня ну да но сей да так что как минимум идем тебе то какая разница идем смысл ментируешь как будто тебе есть какая-то разница про то что останется они как бы я смысле ну шуты я же как бы на одной силу мы все в одной телеге так что нет ни в одной телеге уже в трех капитально я вот не могу смотреть потому что я пока не нашел вообще есть ли здесь прокат на английском языке хай ну хотя бы с каракулями вот хотя бы с каракулями да так что я я возможно согласен и телега мне ближе будет ближайшее время окей давайте моя телега все-таки покажет мы на 24 4 а вот кто или не найдется он или нет правда покажут спустя месяц после мирового релиза поэтому возможно он уже будет но у меня весь твиттер кстати мы нам забит сейчас и но такое впечатление это не лучший фильм гарланда но это просто снова holy fuck вот да щит и типа удивительный совершенно киноэкспириенс который обязательно надо смотреть вот все как бы про это говорят это удивительными киевики на экспириенсами год полнится надо сказать он только по сути только-только стартанула уже настолько разношерстный и еще и трейлер сегодня будем об этом поговорим следующая новость это райан гослинг сыграет голливудского каскадера который подрабатывает охотникам за головами в фильме the fall guy не тот на гайбе это было полгай другая экранизация будет да но но знать не знаю ничего это вроде как какая-то там ремейк счета у этого есть какое-то айпи осознанная но как бы гослинга понятно почему взяли это третья его роль где он играет каскадера получается и который вдруг это на полставочке как уходил на полставочке убийца запущу заткни свой рот моим соском когда вы разовьется до такой степени что человечество начнет создавать полноценные миры с полным погружением в какой из известных вселенных вы бы хотели пожить в первую очередь флину вопрос уже как-то задавал поэтому интересно узнать куда бы он отправился после трона на сверхъестественное что такого интересно там в троне жить яре трона отправился пожил и вышел нормально не пожил это вошел и вышел вот теперь следующее мой да тогда я экспириенс это я в корее в мире поеду скорее всего потому что это будет доступная опция для меня но я на самом деле пока слишком овервелмд местными декорациями поэтому вообще такой хожу по другой планете думаю нафиг мне вот эти все киберпанковые миры тут же лучше так что в биске тоже был я как бы я видел все миры я видел и верхние и нижние без конечно верхней ну что ты бы куда какой стекай у тебя был бы я я никуда не поехал про телеги продюсер александр роднянский начал работу на сериалом духе карточного домика владимире путине и важный момент важный нюанс что этот будет сериал не в россии сниматься и кататься тоже в россии не будет вот просто чтобы прочитали эту новость давайте просто пойдем да вот сразу мы прочитали новость друзья следующая новость уверен что там как бы следующие новости знаешь не то чтобы вот там все в одну в одни ворота да то все это отказалось выделить 6 с половиной миллиарда рублей кинотеатром в москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах парику и морти выпустят они парику и морти выпустят аниме-сериал вот это вот хорошо вот это мне нравится а мне нравится кстати эта идея ну типа очень выдающаяся во первых здесь можно поговорить о том что штаты очевидно все флягой полетели на аниме спасибо атаке титанов спасибо там киберпанку и его вот этим мы же штукам и да и в целом аниме спасибо что такое классное у них типа ну супер большой тренд там я не знаю пиксар сделал аниме в своем последнем мультфильме чистокровное вот поэтому ничего удивительного что рик и морти в авангарде и делает но это же странно блин типа экранизация мультфильма в виде мультфильма чего и на самом деле были прецеденты всякие там но коробу комиксные наверно не сильно считаются потому что все-таки комикс как первоисточник типа всякие икс бетман и да там были 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 черепашки ниндзя японские которые типа были очень странные вот нет не то чтобы хороший яркий пример наверное но тем не менее специфический как минимум еще я слышал что был стич анимешный который лило и стич вот это вот интересно посмотреть просто приспал а вопрос тогда вот на какой рынок его таргетируют это для того чтобы американцы угорели с аниме или для того чтобы есть ощущение что и тут тут просто на самом деле это же получается просто интересная штука чтобы код катать и туда и сюда это тандем если занимается и японский режиссер все-таки экранизации наверно все таки она будет больше и японскими элементами обладать которые присущи ну именно не не экспортному аниме а такому внутреннему с другой стороны мне кажется что всем всем уже и так нормально смотреть японская поэтому да мне кажется все уже везде так да все пропали идет ли стрим привет привет куда вы девались не знаю ты просто исчезал а вот появился вы просто исчезли куда-то и появились когда мне бы отвалились вдвоем да но стрим-то не отвалился поэтому до дискорд отвалился или после года но то с ним стало ну не без приключений хотя по меркам остальных стримов не дотягиваем пока что ладно в общем я думаю что да это и туда и туда пойдет скорее всего просто в первую очередь может быть до японский не думаю что там в японии такие что такое рик и морти я думаю что там наверняка уже хватает своего мерча и прочего по реку и морти которые гораздо угарнее чем то что на западе делается поэтому кстати опять же интересный вопрос я типа вообще не уверен вася ты как будто бы чуть компетентнее чем я что будет если у них мерч там по реку и морти если у них река и морти фанатизм или они такие клали на западную анимацию вообще и не знаю почему я у тебя спрашиваю просто человек который толком река и морти так не смотрел но не это не могу тебе точно сказать клали они или нет на западную анимацию но она по крайней мере пока я был японии я сильно активно там не встречал да и и в принципе мало и тогда по моему еще и не было вообще такой и в общем мне здесь из этого нравился комментарий который пишет что типа надо длинное название чтобы было максимально актуально и было бы но типа я переродился в огурчик и моя романтическая жизнь удалась мне кажется хорошо блин ща покажу вам корейские огурцы погодите о вот контент попер а то мы про сериалы решили широких добавишь короче горит любит дисней короче я думал что это спаржа ну то есть шоу что это за они лишь ну типа как как шоу что это за огурец вообще их много типа лежит 12 штук вот так или спаржа лежит какого черта огурчик рик да вот примерно такой он был то я кстати ждал что он огурчик янцук или как-нибудь так он должен янцук нормально нормально вот и корейская нас подав подоспел и скажем так все и чё идем дальше да и чё у нас пошли трейлеры трейлеры до 1 трейлер это же халк женщина халк что сказать во первых в главных ролях одна из очень таких среднеизвестных но тем не менее комиков которые очень хорошо показала себя в всяких ситкомах поэтому я думаю что как минимум здесь есть понимание куда движется ну там бы длинный список например она была боджеки она была в гриффинах она была в робоцепе и не только на озвучке она была но это первое что мне приходит на ум потому что это знаменит название она как минимум имеет дело с этим но добавить что у трейлера почти половина дизлайков на официальном марвеловском канале вот что как бы показывает что не все так хорошо в том что нам показали народ ссылается там на сиджи который это главный камень предкровения потому что никто не может до конца определиться а сиджи здесь максимально всратый или максимально заебатый потому что типа там нету но это все не не макияж это реально просто ее засиджи или по полностью но при этом она выглядит как обычный человек просто перекрашены в зеленое и типа а зачем почему просто шутка про то что халк это зеленый значит огромный мужик да и ши халк это мактаж женщина просто цвет поменялся и так с другими но она в целом и по комиксам по моему там не особо раздувалась если говорить об этом но тут очень странная какая-то ситуация самом трейлере потому что она такая типа какая-то там родственница этого брюса бэннера такая ой добровольно пошла участвовать в эксперименте а потом нам показывают у нее так я хочу быть просто обычным человеком это то как как вообще эти два сочетаются между собой тезиса то есть она она видно добровольно туда пошла но при этом потом нам дают хочу быть обычным человек у нас про это кстати сериал сегодня будет мне кажется про добровольный эксперимент а потом про добровольные как я встретил вашу маму добровольный эксперимент произошел просто хочу быть нормальным человеком короче как всегда очень ценные комментарии в чате появляются ладно хуже сиджи чем в аватаре новом еще не выпустили просто не мог еще не выпустили потому что аватар еще не вышел да короче первое разумеется за столько времени до релиза говорить про графику в эру когда даже кинотеатральному релизу графику доделать не успевают но это типа такое стороны это сериал все же поэтому но у тебя бюджет и в любом случае будет меньше чем кино киношного нет бюджет меньше если у тебя героиня будет все время на экране значит сколько там должно быть кадров сиджа и дохрена она все время будет зеленым и кстати интересно непонятно пока но вроде должна быть все время но по идее на быть все время сиджи сиджи стоит дешево в чатике подсказываю дело в том что его делать долго ну то есть правда типа и у него есть слои доработки и доработки и доработки в любом случае то есть там я не знаю я в к следующему ролику готовился и узнал что например один эффект кошачьих глазок делали шесть человек которые просто по очереди друг другу передавали какие-то эти очевидно что трейлеры тоже всегда выходит неоделанными у marvel просто потому что опять же студии перегруженные те же кадры потом в релизе выглядят другому так что прям оценивать качество графики я бы не стал да и насрать на самом деле мне в целом на этот сериал просто про графику хотел так как-то разделом не скорее какая-то такая невинная но сексуальная фантазия будет судя по тому что вообще показано в трейлере определенной категории ну интересно только то типа во что превращается новая фаза marvel она превращается просто типа в максимальный рандом всего то есть marvel как будто бы сейчас просто d20 выбрасывает на каждый следующий сериал и такая что это будет такой что если развиты до всей вот цепочкой да типа что если хорошее сравнение дает как будто вы что если который просто на весь на всю фазу раздули но что если marvel выпустит комедийный офисный сериал ну окей давайте попробуем типа ну я я пока не смотрел но я и не буду но если будет хорошо я не расстроюсь можно и пропустить спокойно окей давайте пропускать тогда и переходим к чему-то что точно стоит посмотреть потому что это джордж миллер 77 лет чуваку и он снимает 3000 лет желаний не ридли скотт пока но тем не менее вообще я не знаю знаете как у меня с этим трейлером было я такой джордж миллер новый фильм значит такой окей сажусь весь twitter просто горит там все я такой ладно запускаю и знаете вот она короткая нарезка трейлера а потом и трейлер начинается я смотрю три секунды закрываю нахуй такой нет я в кино хотя с другой стороны вот знаешь у меня здесь суперского какое-то ощущение очень интересно как будто бы он очень спойлерный он показывать тебе по какие-то прям твисты из фильма но при этом я как будто бы никаких спойлеров не словил я не знаю когда писать видимо из-за того из-за трипа трипа который происходит в трейлере настолько много всяких образов что они хотя не складывается в какую-то целостную картинку понимания что происходит и ты такой нормальная я по-моему нахватался спойлеров на мне нормально вот это какой-то новый формат трейлера который я еще типа который не хочется ругать за спойлерность, он очень сладенький. Слушай, не знаю, у меня вообще не было ощущения, что я нахватался спойлеров, просто, ну, за исключением завязки там очевидной, которая есть, вот, с гигантским Идрисом Эльбой, вот, за исключением этого, это все выглядит, как все везде и сразу, то есть, когда ты смотришь трейлеры такой, какая-то, какая-то сич максимальная, но при этом нет связи. У меня, кстати, Twitter уже посмотрел, и Twitter сообщает, что, во-первых, Джордж Миллер снова это сделал, то есть, это опять какая-то просто великая чумня, а во-вторых, что на самом деле это ода сторителлингу, то есть, как нам фабула известна, Идрис Эльба играет Джина, а Тильда Суинтон играет некую сценаристку, у которых роман, и, типа, вот, образ как раз Суинтон сценаристки, там, типа, супер много меты, и это любовное послание искусству рассказывать истории, на самом деле, вот так вот фильм описывают. Вот, короче, максимум интриги, максимум хочется. Что Миллер сделал до этого? Мэд Макса! Что тебе еще надо? И делай. Первый за 7 лет фильм Миллера, между прочим, пишет Кайл. Да, это, ну, типа, все. Это билетик уже куплен, и уже лежит на палочке, ждет своего часа. Блин, это очень круто. Да. Да, ну, Ситраж правильно в комментариях пишет, что Джордж странный, делает Макса в 79-м, уходит в съемку никому не нужных семейных фильмов, следом резко влетает в нас с ноги с дорогой ярести одним из лучших фильмов в мире, а что будет честно, неясно, реально. Я тоже поражаюсь его, конечно, в фильмографии, потому что, типа, я делал хэппи-фит, потому что я детей понарожал, им нечего было смотреть. Я сделал, чтобы им было что смотреть, а потом такой на старости лет. Кстати, я гений, вы в курсе? Вы просто что были в курсе? Я, на всякий так, перед смертью, на всякий случай, сделаю вам, чтобы не сомневались. Да ты что, он снимает, как не в себя просто. Не, пусть, пусть живет вечность, вот как это Джин и снимает столько же, сколько Джин желаний исполнил. Дожил до того, чтобы переснять ремейк Казама, по-моему, судя по всему. Трейлер, в общем-то, как-то так и выглядит. Поедем дальше. Следующий у нас. И очень, очень супер контрастный трейлер Spider-Head'а. Крис Хемсворд и, блин, я забыл, второго, как его напомнить. Короче, который V-Plash, по-моему. Да, V-Plash, я почему-то вылетел ими, не часто снимаю. Да, это Miles Teller, да, конечно. Вот, снимается. Фантастическая трейлерка. Да, да, да. Ну, вот поэтому и вылетел из головы и не спешит возвращаться. Вот. Новый трейлер Косинский, Джозефа Косинский, который снял Top Gun, который все хвалят сейчас и разрывают там на кадре и так далее. Те, кто одним глазком успели посмотреть. И снимает вот это. Я не понимаю. Ну, вот там плашечка справа-снизу мне немножечко сигнализирует, что Netflix, как бы. Ну, насколько здесь роль Netflix доминирующая в этом трейлере, в этом фильме. Потому что я смотрю, и он настолько скушен с визуальной точки зрения, насколько это вообще возможно. Вот просто среднестатистическая фантастика от Netflix. Я такой, подожди, стоп, 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 Косинский? Чего? Чего? У вас два фильма, которые Косинский снял. Это максимально стилизованные, с точки зрения арт-дизайна, с точки зрения просто дизайна, причёсанные фильмы. И вот он снимает это. Как? Объясните мне, кто-нибудь, что происходит? Пожалуйста. Моя, кстати, моя первая идея тоже. Я посмотрел на трейлер и такой, а где? Почему это выглядит, как экс-макина Гарланда? Да, Гарланда? Я не понял. Да, да, да. Только скучнее ещё. Только выглядит скучно, да. И у меня появилась такая мысль, я не знаю, насколько она правдивая, типа, а что если Косинский первый раз в жизни решил снять нарративное кино? Вот как тебе такое? Да, есть такое ощущение, потому что тут видно, да, что они засунули здесь несколько каких-то параллельных повествовательных линий, здесь есть чёткие персонажи и так далее. Я тоже словил это в самом начале. Но это вопрос того, что... А разве он до этого не снимал нарративное кино? Ну, то есть... Хотя бы там... И... Господи. Ари, дело храбрых, например. Кто? Дело храбрых. Дело храбрых. Дело храбрых? Про пожарников, ну. Косинский дело. А, подожди. Он снимал. Правда, слушай, я уже забыл, да, что это идеально Косинский снимал. Ну, я там тоже Теллер был. Это хороший, вообще, слушай, это хороший тейк, потому что мы с кунг-куром сидим и не понимаем, что за дело храбрых. Наверное, это... Я только впервые осознаю, что у него было дело храбрых какое-то, которое я ещё и не смотрел. Но фильм про пожарных, и как он? И как он? Он похож на Косинский? Я плохо помню уже, насколько он похож на... Ну, нет, в меньшей степени он похож на Трон, если про это речь идёт. Он в большей степени драма, и этим она мне и не понравилась, потому что я пошёл смотреть про пожарных, а в итоге они там на заднем дворе жарят барбекю большую часть времени, а пожар в начале и в конце. Вот поэтому... Как фильм про пожарных мне не понравился. А с повествовательной точки зрения, есть что? Пошатнуло... Ну, то есть ты помнишь, как ты разбомбил Трон? Здесь тебе было интереснее смотреть, с точки зрения сюжета, сценария, персонажа? Сюжет не говно? Давай, наверное, буквально спрошу. Не, сюжет не говно, он мне не понравился. Мы же уже решили, что сюжет говном быть не может, если что, да? Мы же пришли к этому выводу, что каким бы он ни был, даже если это сериал Люпен, вот, сюжет говном быть не может. Слушай, нет, ради Люпена можно сделать исключение. Не распространяется наша риторика. Окей, ладно, предположим. Вот, но он в большей степени такая вот прям драма, чем что-то непосредственное. Это могли быть не пожарные, это, я не знаю, это могли быть подводники какие-нибудь. В целом. Ну, короче, тут вопрос ожидания получается. Типа, мы идем на Косинский и ждем ли мы от него какого-то визуального пиршества. И мы такие, ну, давай посмотрим, как ты умеешь еще. Не, не, ну, я так понимаю, что это просто вот реально сюжетное, нарративное кино. Вот, рейдер больше ничего не видно. Видно, что там прям экс-макина, экс-макина вообще во все поля и снято действительно по-нетфликсовски. Ну, и я думаю, что действительно режиссура Косинский сильно была трансформирована, потому что у Нетфликса есть методичка толстая. Я ее в глаза не видел, но слышал про нее много раз. Я знал, у видеоигровых журналистов тоже есть методички. Да, да, да. Я тоже никто в глаза не видел. Их я тоже в глаза не видел, но слышу про них постоянно. Вот, короче, методичка Нетфликса, например, запрещает тебе брать слишком много общих планов, потому что это не видно на мобильном телефоне. То есть там, короче, прям такие гайдлайны, как режиссировать фильм для Нетфликса, чтобы его нормально было смотреть с мобилы. И когда ты думаешь про режиссуру Косинский, она максимально вообще не подходит для того, чтобы ее смотреть с мобильника. Так что, возможно, поэтому оно так и не похоже на него. Погоди, нам тут Ричард Третий залетел. Добрый день, господа. Хочу предложить вам некоторый околоигровый аудиовизуальный опыт на обсуждение. Набор короткометражек. Не овервотч равно. Какую продолжительность вы готовы осилить? Ну, какую продолжительность? Если в сериал... Смотри, если продвигаешь в сериалогах, то там, ну, большая продолжительность может быть. Как сезон аниме. Если продвигаешь в кинологах листе, то там, ну, 3 часа, я думаю, край фильма. Ну да. Где-то такое ограничение. Согласен, 3 часа край. Давай, я пока запишу. А потом порешили. Мимо вот тут вот напишу короткометражки, чтобы не забыть. А ты потом скажи. Так. Ну, короче, да. Короче, с мобилки не смотрится нормально Косинский, поэтому он снял только... Ну, давайте про сюжет. Может быть, он действительно пытается... Я натыкался на интересное мнение недавно на западного ютубера, типа, почему Нетфликс сейчас проигрывает всем остальным стриминговым сервисам. Так. Ну, там... Короче, в том, что Нетфликс все свои сериалы делает так, что их невозможно пересматривать посерийно. То есть, он, типа, пытаясь заменить телевидение, он упустил самую важную часть телевидения. Это то, что делает, например, делают ситкомы. То есть, когда ты... У тебя есть... Каждая серия, она, во-первых, все-таки изолирована отдельно, так или иначе, и люди могут их свободно пересматривать. А Нетфликс, типа, снимает свои сериалы просто как, типа, десяти серийные фильмы, где иногда неважно, с чего серия начинается, неважно, чем заканчивается, потому что у тебя сразу же включается следующее, и просто продолжает идти сюжет. И как раз Нетфликс начал, типа, свое падение, когда появились другие сервисы, и у него забрали офис, у него забрали друзей, забрали химим и прочие вот эти вот все ситкомы, которые, типа, можно смотреть. Именно поэтому у Нетфликса нету, типа, длинных сериалов, ни одного. То есть, у него нету десяти серийных друзей, там, или десятисезонных друзей, или десятисезонной клиники. У него четыре сериала, типа, вот длинных, это оранжевый цвет сезона, который вот длиннее, там, четырех... Он еще ведет, что ли? По-моему, закончился. Боджек, вот где больше четырех сезонов, и что-то еще какие-то, я два вспоминал, как раз такой лежит, такой, блин, реально, у них же дольше четырех сезонов, вообще толком никаких сериалов нету своих. Слушай, это действительно очень интересное мнение, очень хорошая идея, только у меня вопрос, а кто и у кого... Ну, HBO одна, но они совсем еще новенькие, а Амазон и Эппл, у них есть длинные сериалы, они делают... Ну, они молодые еще, Netflix-то, он же с 2012 года, а Эппл, что он там три года всего, то есть они просто не успели еще, опять же. Да. То есть, и неясно, что с ними случится, тут именно про вот этот, отток, который сейчас происходит. Да, чатик подсказывает еще... Карточный домик я вспомнил, да-да-да. Ну, понятно, да. И вот, и вот Stranger Things, вот на пятый переходит. Погоди, ну, потихонечку, да. У них, например, есть все-таки, например, Sex Education, это же Netflix-овский сериал, и он как раз вполне себе процедурал, который серию за серией смотришь по полчасика, вообще лайтовый, я так понимаю, что он долго может идти. Он как будто бы, вот это как раз единичные, да, примеры, которые пытаются... Во-вторых, мне кажется, что он все-таки в меньшей степени прям процедурал. Я его полностью не смотрел, поэтому не могу сказать. то есть, это все равно, опять же, у тебя разница между теми же, друзьями, где у тебя там 10 сезонов, 25 серий в каждом, где у тебя просто, ну, сколько... ну, господи, они делали их 300 лет, же, этих друзей, ну, то есть, понятно. А тут у этого, кстати, у Sex Education по 8 серий в сезоне, да, так что он не такой. Видишь, у них была проблема в том, что короткие, и они, кстати, по часу длятся серии вот написаны, поэтому я не знаю, сколько это. Да, да, оно такое, оно не бьет в какой-то короткий формат вообще. То есть, да, у них вот... Слушайте, на самом деле, да, мысль очень интересная и действительно интересно подумать, почему Netflix так делает. То есть, ну, вот, блин, Netflix же это компания, которая основана полностью на Big Data, и, наверное, у них есть какое-то понимание, почему они делают именно так. Опять же, он там, он там, опять же, высказывал интересное такое чувак мнение, что Netflix это техкомпания, а не киностудия. Именно поэтому... Ну, да, да, да. у них нет, у них нету по ним, ну, вот какого-то, видимо, вот понимания самой медиа, у них есть понимание данных. Да, 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 и вот я говорю, поэтому их там, ну, кадрирование, все остальное, они действительно делают эти методички по данным. Это правда, у них там 80% с мобилки, значит, надо снимать так, чтобы было комфортно смотреть. там люди отвлекаются, значит, нужно повторять сюжетные биты и так далее, 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 далее. Но, блин, суперинтересно, почему реально они не делают ну, процедурные комедии по полчаса, может, они непопулярные, или может... Ну, смотри, тут ответ в чате есть, и ты сам его учишь, и Васю вы частично касались, что примат-мастер пишет, что раньше говорили, что это преимущество Netflix, да, Netflix себе просто лицо такое сформировал, мы делаем не жвачку, мы делаем длинные, нормальные, такой сериалы, просто это перестало быть преимуществом, потому что люди... не то чтобы, я не знаю, мне кажется, Netflix все еще этим и зазывает, просто очевидно, что игра пошатнулась, и маятник качнулся в обратную сторону, люди хотят и простого тоже. Слушай, ну, вот здесь опять у меня вопрос, типа, параллельно Netflixу всегда ведь существовало HBO со своими там Играми Престолов, и... Но HBO был каменным кабельным каналом долгое время, то есть HBO Max он относительно недавно появился. Ну... Да, я про то же самое, я про то, что я пытался на примере HBO сказать, что в Америке-то очень сильно кабельное еще параллельно, и почему это такое вот преимущество для Netflix, когда есть Игра Престолов длиннющая, блин, такой вопрос, конечно. Потому что помимо Игры Престолов у HBO есть, например, Силиконовая долина, и вот это все. Ну да. Никто не хватает. Поэтому... Да, блин, суперинтересная. Короче, настолько интересно, насколько интересен Spider-Head вот этот вот. да, 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 все так. Он мне еще, знаете, вельветовую бензопилу напоминает на каком-то уровне. Я не знаю почему, просто ассоциация возникла. Это уже какой-то фильм... Я помню, но он в итоге прошел совершенно как-то без... Ой, нет, ну, мне чудовищно не понравился фильм, я прям не вдохновился и максимально, поэтому ничего не могу сказать. Поэтому хорошее для сравнения, да, с этим, со Spider-Head'ом. Как, в принципе, наверное, и со Стариком, следующий трейлер, это у нас Джефф Бриджес, который, которого похитили дочь, и он хочет найти ее. Я удивлен, что там не какой-нибудь там Том Кленси презент старик, или еще что-то такое. Не-не, я думаю, что это все-таки заложница какая-то. то есть, я пошутил, на самом деле, они не похищали дочь, но где-то в эту сторону трейлер косит, потому что Джефф Бриджев вдруг такой... Вот знаешь, это вот этот вот, как вот там Сноумен с Миккельсоном-то, или как он там назывался? Да-да-да-да. Вот это вот оно. То есть, мы правильно, когда до эфира обсуждали, что это очередной фильм с Лиамом Нисоном, только без Лиама Нисона. Старый агент СРУ, и даже Ред скорее какой-нибудь, вот с Брюсом Уиллисом, только не смешной. То есть, старый агент СРУ, на него снова напали, и он going wild, вот это все. Да-да-да. Я смотрел такой же фильм еще с Кевином Спейси, где он в шарфике ходил, тоже непонятно вообще откуда у меня это. И мне еще, как ни странно, самое удачное, что в голову приходит, это Боб Одинкерк со своим Найшулером. Ага. Да, ну, потому что я что, видел фотографию Одинкерка свежую, он же уже старый, как вообще не знаю кто. Мне стало интересно, типа, что это в принципе за такой лонг, лонг-гоуин тренд про старых актеров, которым хочется пострелять, типа, в 60 лет. Типа, это у каждого актера... У Найшулера же это было как мета-идея, да, потому что Одинкерк как раз и не выглядит как максимально маниакальный, агрессивный парень, который идет мстить за жену и так далее. И в этом был прикол фильма, когда он вдруг переобувался на серединке, ну, точнее, ближе к началу. А Бриджеста, ладно, он действительно, он когда-то был героем, там, я не знаю, я не могу вспомнить прям боевики, но, короче, он в целом тянет на вот это вот клише, и это клише абсолютное, которое не выглядит как что-то новое и что-то за чем надо посмотреть. Да, он выглядит очень бюджетным, конечно, супер неинтересно. О, у меня Геншин рекламирует. Это сериал. Это сериал? Господи, Господи. А, да, да. Это сериал. Так что? Господи, он еще и на сериал времени не жалко в своей жизни. Да, ну, вот это вот все. Ну, я смотрю первый комментарий. Да, это выглядит прекрасно. Бриджес и Лайф гау are incredible. Вот, looks amazing. А, ладно, я думал, сейчас сразу Невский будет, ну, ладно. А почему нет? Давайте, да, да, блин, предвидим нашего великого Невского. Вот скажи, вот скажи, вот такие комментарии, вы видели вообще комментарии под этим трейлером? Нет, народ рад, народ рад. У меня вопрос. С дыхалком половина дизлайков, значит, а у Невского просто пиршество. А, объясни мне, Кунгурш, мне вот, ты как у нас фильммейкер и фильм знаток, почему, вот, я смотрю на трейлер, я такой, вроде декорации нормальные, вроде освещение нормальное, вроде костюмы нормальные, почему это выглядит в некоторых кадрах так дешево, как будто бы это сериал... Это просто говно. Нет, технически из-за чего, почему, типа, нету какого-то постэффекта не наложено, нет, или как? Не, не, не поэтому, потому что, ну, типа, 99... Я не говорю про моменты, когда Невский пострижен. Я понял о чем-то, я понял о чем-то. Типа, 99 вот этого ощущения крутости картинки, 99 процентов, на самом деле, это типа маленькие-маленькие-маленькие выдраченные нюансы. Есть, типа, очень клевый видос, очень старый, типа, ему лет 10, наверное, с канала DSLR Guide, где чувак тоже задался вопросом, а что такое кинематографическая картинка? И он просто поставил вазу на стол и давай, ну, что-то пытаться делать. Говорит, у меня есть дешевая камера, что я могу? И он, знаешь, просто, типа, цвет шторы меняет, и картинка такая, ого, вот это кино появилось! И, короче, на самом деле, то, что мы привыкли читать кинематографической картинкой, это, там, каждый, блик света на заднике, глубина резкости, там, хорошо подобранные костюмы в оттенок стен, там, вот эти вот вещи, пока ты этого всего не соблюдаешь, у тебя будет выглядеть, ну, дешевле значительно. Можно как-то это упростить с помощью, там, цветокоррекции и всего остального, но, мне кажется, Нески не знает слова цветокоррекции, поэтому ему неинтересно такие вещи. Я просто про то, что, типа, ну, там, даже когда съемки на открытом воздухе, и, казалось бы, вот я такой, ну, классические кадры, то есть всякого дикого запада, я не говорю о том, что Невский со своим вот этим мундиром пришел откуда-то из двухтысячных, особенно с прической своей, и он выглядит очень странно, когда на него постоянно камера переключается, но, типа, даже на открытых пространствах, на классических шоторах, все равно такой, почему это выглядит, как вот, да я люблю тебя, вот эти сериалы, вот, российские, которые сняты на телефон. Да, да, потому что на открытых пространствах у меня инстаграм полнится, короче, кадрами с сетов, с локаций, и там, короче, чтобы снять шот на открытом пространстве, тебе на самом деле нужно 15 вот таких вот щитов, которые будут солнечный свет рассеивать так, чтобы его не рвало в кадре, нельзя просто выйти на улицу и снять, там тоже должна быть очень серьезная работа, просто технари полно... Вот моей вот этой вот, а не на какую-нибудь там дорогую Арисонаморфной линзой, но типа, нет, скорее всего он снимает на Арисонаморфной линзой, это Жневский, просто, скорее всего, просто говно, я практически уверен, операторы, которые не умеют снимать и не умеют делать дорогую лощеную картину, потому что это очень дорого, не мой... Он выглядит как кино внутри кина, знаете, которое снимает специально, чтобы по телеку что-то там крутилось где-то, типа выдуманное, и оно настолько... Чего вообще? При этом еще вот эти вот брызги наложенные в крови, которые просто как будто бы взяты из банков крови, которые всякие... Уже даже ютюбовские команды, типа там Фредди Ди... Как он там? Дью или был, или как там, не используют, делают лучше, а тут прям... Да, это оскорбление After Effects, я беру свои слова назад, конечно, нет, в After Effects уже так не делаю, я не смогу сделать так, плохо, хотя я не умею... Но с другой стороны, он, блин, режиссер, он актер, а мы тут сидим-пердим, поэтому... Снимает Голливуд. Хороший комментарий, картинка с камеры Кунгура выглядит кинематографичнее, чем у Невского, потому что у меня есть драматическая тень на половине лица, поэтому... Говяная, но, типа... А у него нету, у него равномерная заливка. У него есть драматический взгляд. Драматический взгляд лучше. Да, вот, да, это... Нять-нять, конечно. Ну что ж, и пусть он восхищается собой. Дальше мы пойдем ставим это в комедию, но давай... Назад вернемся к бумажному дому корейскому. Насчет Кореи. Да. Корейский... Глянись. Что ты видишь? Ты видишь что-то знакомые локации? Я вижу, что все похоже. Не, на самом деле реально похоже. Ну, в смысле, я сравниваю со своими опытами пылающего там и всего остального и прям «О, нифига, Корея, она такая же, как в кино показывают. Ого!» Кунгур пойдет сжечь теплицу, да, завтра? С утра, да. Нормально. Хоть кто-то из нас в жизни превосходит. Знаешь, я вот смотрел оригинальный бумажный дом весь, я его досматривал, хоть закончился он как-то немножечко, как по мне кажется, странно. Вот, но я, когда сказали, что, типа, будут снимать корейскую версию, я такой, ну, блин, ну, типа, ну, что, зачем? Причем сам Нетфликс, ну, твою мать! Ну, то есть, у тебя уже это был главный сериал, понятно, что он закончился и надо что-то другое, но, блин, не настолько же такое же. Но здесь внезапно я такой, блин, выглядит, мне кажется, даже интереснее, чем испанский, потому что они внезапно такие, мы, короче, еще не просто это у нас будет ограбление, а мы еще какую-нибудь социальный подтекст внезапно тут подложим, вот мы скорее объединились, капитализм там пришел в Северную Корею, судя по всему, эти бандиты будут из Северной Кореи грабить банд, ну, я так понял, по трейлеру, по крайней мере, потому что к ним вот этот пришел капитализм, они такие, а деньги надо где-то доставать и надо что-то это делать. Я такой, блин, а это уже, это вот не просто так, не просто ребята, которые собрались великое дело сделать там. Да, 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 я согласен, очень круто звучит, я словил тот же самый вайб, что это будут Северные Корейцы, и это очень крутой тейк на самом деле, вот учитывая проблемы местных заработков и всего того, о чем нам Паразиты рассказали, да, что Северные Кореи, типа Южные Корейцы снимают фильм про то, как Северные были бы не рады к ним попасть. Типа что? Какого черта? Ну, это настолько, типа, крутая социальная критика. Есть у меня пара аналогий, но говорить я их, конечно же, не буду. Вот, и да, и мне очень понравилось еще, что смотришь, и типа, корейцы все еще комиксно снимают, типа, невероятные, поэтому персонажи идут, и ты просто в одну секунду такой, окей, типа, у нас тут фейт зерос, значит, какой-то школьница, огромный качок, там интеллигент, прям такие типажи клевые, яркие. Ну, стоит заметить, в испанском так же было, то есть оно здесь, конечно, вычурнее выглядит, но там тоже типажи были, а не персонажи были. Ну, здесь вычурнее, да, я согласен, здесь они просто сразу такие, они на шотах, на отдельных идут, красиво приодеты, и ты такой, ооо, этих я запомню там за два взгляда. Мы же смотрели тоже, что-то, две серии или три, не помню, чуть больше. смотрели, хотя, не знаю, несколько. я вот, я чуть-чуть больше смотрел, как он может быть, хорошо понимает сериал. Да, смотрим, и вот рядом их ставить, только что закончивавшимся оригиналом, нормально вообще, абсолютно. Я имею в виду, вот как это с точки зрения именно бизнеса, это нормально, это не убьет. Это круто, это офигенно, потому что они же так, Netflix так уже снимал, Вась, скажи, ты лучше знаешь, что это был за сериал? про допросы. А, ой, господи, 60, блин, преступники, он назывался, Criminals, он назывался. Преступники? Ну, сериал Criminals вышел, типа, в семи вариациях, типа, от разных стран. это типа был, это был концепт сериала, это важно понимать, что это был один сериал, одни деньги, одни создатели, и так далее. Там было четыре разных вариаций. Создатели разные, там были. Ну, в смысле, там как бы лучше. Как? Гейтлайн один. Да, наверное скорее так. Ну, в смысле, это был один концепт, это был у криминалов. Потом вышел второй сезон, и я не помню, второй сезон у всех вышел, или только у тританских? только у одной, кстати. Продолжение. У одного, да. У одного. Я не знаю. Ну, короче, мне кажется, что это совершенно гениальное франчайзирование на уровне Хеллгейт Лондон вообще, типа, карточный домик Южная Корея, то есть у нас, это знаешь, это франчайзирование двух вещей сразу, с одной стороны топ, топового сериала, с другой стороны игры в кальмара, и типа, авторы игры в кальмара снимают у нас теперь наш топовый сериал, схлопнулись, я вижу так, потому что, ну, типа, разберет, ну, Южная Корея, понятно, кальмар, мне кажется, так большинство рассуждает, и они на это и надеются. Очень хороших мув, мне прям нравится бизнесово. Хорошо, окей, будем посмотреть, какие рекорды у них будут тогда. Запкни свой рот моим соскам. До сих пор не понимаю, почему еще не догадались снять фильм с Нисоном и с Тейтемом, а потом еще и сиквел, где злодеем будет Кейдж, как всегда на лот-такси. В смысле, Невский их позвать к себе, или что ли? Да, 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 Невский позовет к себе Нисом, вот стоит его, и да, 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 да. Заходят как-то в бар, это звучит же просто как анекдот вообще. И это как идеальный фильм, одновременно. Это идеальный фильм, да. А следующим идеальным или не идеальным, что у нас сейчас? А, ну, припил хищника, давайте, вот это очень важно, потому что это тизер, который не показывает примерно ничего. Блин, мне было, очень смешно, потому что я просто прокликал все трейлеры, которые нам прислал Айсерай, я сижу, открываю один, второй, третий, пятый, и я вообще не знал про существование этого тизера. Я смотрю, такой смотрю, как девочка выбегает из леса, значит, там лук, я такой, да, ага, тут три точки хищника, я такой, чего, блядь, что, а, what the fuck, вот, и так я узнал, что это существует. Напомню, я абсолютно, типа, не ждал вообще, я не знал, на что я кликаю, то есть, мне кажется, у меня была абсолютно удивительная ситуация, которую не получил никто на планете, потому что, типа, но, это может сработать, только в кинотеатре, вот этот тизер, когда ты сидишь, и тоже так же не понимаешь, так, кликаешь по заголовку новости, новый тизер хищника, там, или еще что-нибудь, типа, ты же не можешь попасть на трейлер, случайно, не можешь быть подписан на канал, этого, Warner Brothers, или кто его издал, если посмотреть все трейлеры. Ну, это хуловский, вообще. Короче, дико кайфанул от того, как у меня получилось, выглядит интригующе, мне кажется. Но, я опять удивлен, почему у него на 16 тысяч лайков, 10 тысяч дизлайков, больше половины дизлайков, ну, не больше половины, почти половина. Ну, все равно, блин, все же прекрасно понимают, что такое тизер, и вот вопрос, при этом я полез в комменты, ну, нет, народ, там просто типа, ой, надеюсь, что наконец-то франчайз вернется, но откуда столько дизлайков, я не... Непонятно. И режиссер Кловерфилл 10, кстати, подсказывает Кайл Маклаклан, я пока еще ему не верю. За него сценарий, за него сценарий Шазел писал, я пока не верю еще этому чуваку, он не зарекомендовал себя, но, конечно, надеемся, что-то будет круто, надеемся, надеемся. Ну, окей, соник икс, если про него речь, соник икс, сейчас я пока записываю, что там у нас еще осталось, из такого важного, аниме пошло, вот давай, там кунгуры что-то хотел про аниме сказать, а, да, да, куча разных аниме, эльфирай, да, набрал опять полную поварешку, аниме, вообще, черт пойми, что, где, какое глэ, мне показалось, из 12 тайтлов важным только то, что Вася сказал, это, видимо, какая-то культовая манга, рисовка из 70-х, да, вот оно, да, важное событие, что у нас, продолжаем наблюдение, йоу, йоу, посмотри на поведение, йоу, йоу, на учебник улыбок, спасибо, урусэй и цура, это главное аниме в истории аниме, которая, типа, это Евангелион за 10 лет до Евангелиона, оно невероятное, сверхпопулярное, если я ничего не скажу, в чатике, кто его там снял, потому что я опять спутаю японское имя, меня с говном смешают, вот, и я даже смотрел пару серий, пока делал аниме киберпанка, оно реально потешное и забавное, то есть тут просто важен сам факт того, что культурное значение вот этого вот, это реально как Евангелион переснять, ни больше, ни меньше, и я охерел от того, что они настолько позарились, вот, все, остальное очень непонятное, то есть, опять же, нам, конечно, Рассирая, спасибо ему, дает расшифровку, что это значит, но мы максимум ее повторить можем, на самом деле, это все, что ты не скажешь. Айсирай, кстати, подсказал же, что Мамору Оси, автор «Призрака о доспехах», снял у Русе Яцуру, вот, но если еще, если кому-то интересно, это самое лайтовое такое, это первое, по-моему, даже эти лайтовые, ну, такое, типа, первый мультфильм, в котором были, заигрывания сисечками и всем остальным, и это было нормальным. Если я ничего не путаю, могу соврать сейчас вот в этом месте. Вот. Вот. Там Люциферы, бисквитный молот, там несносные, а, несносные пришельцы, это вот оно и есть, но оно, блин, такое короткое, что ты просто, у тебя буквально 30 секунд трейлеры, и, ну, это какое-то прям, что-то такое, дичевенькое. Ну да, да, максимально какое-то, а вот этот трейлер, конкретно вот этот, он прям weird shit на максималках, я не знаю, это яйцо ангела какое-то, вот так же он выглядит. Окей. а в моем перерождении в меч, это, ну, да. Блин, я, короче, я так разочаровался от моего перерождения в меч, потому что я хочу Исикай, где, ну, это же буквально симулятор камня, типа, чувак Исикай налился в меч, и я такой думаю, круто, он же будет просто лежать, его будут все пинать, таскать, это же какой клевый потенциал, он может с ними разговаривать, а потом, а я умею летать и сам резать противников, я такой, ну, спасибо, до свидания, клик на крестик, не интереснее, просрали всю концепцию, мне кажется, тебе надо моем перерождении в слизь смотреть, там, мне кажется, блин, ты все, максимум не какая-то, я так понял, да, это серия какая-то, я так понял, да, это сериал, читай о моем перерождении в эндинговый автомат, это похоже, я не люблю, причем это не просто сериал, а 50 серий, блин, у него моем перерождении слизь, ну, это было во все везде и сразу, и там было нормальное перерождение в камень, в принципе, достаточно посмотреть эту сцену, мне кажется, и нормально, да, оно уже, правильное название, переродившись, как торговый автомат, я теперь брожу по подземельям, вот так рик и морд не должен называться, вот так, какая там, большая мамаша, бьющая по площади, двойным уроном, я не помню, как это называется, но как-то так, в общем, да, куча замечательных анимешных вещей, про которые сильно много, если честно сказать, не получится, потому что мы о них мало что знаем, но, ну, вот, вот они все, какие были, да, небольшая презентация в пауэрпойнте, прости нас, Шинденгейм и Прокси, да, все, ну и все, проебали. Айсирайт, прости нас, что мы не все твои вещи обсуждаем, но нам, правда, мало что можно сказать по нарезке, рисуют красиво, как всегда. Не подкопаешься, да. Да. Ну и что, давайте двигаться дальше, перед тем, как перейдем непосредственно к сериалам, я скажу несколько слов про, относительно новиночку, на кинопоиске, вышел нулевой пациент, который активно сейчас рекламирует везде, где только можно, вот, и две серии уже есть, две серии посмотрел, вот, и, как бы, вкратце, если кто не знал, про что речь, это про первую вспышку заболеваемости ВИЧ в Советском Союзе, уже в конце, скажем так, Советского Союза, то есть в 88-й год, это уже практически распад, вот, и нам показывают здесь две, ну, по крайней мере, в первых двух сериях, только по ним могу судить, других пока что нету, посмотрим, когда, что будет, когда они выйдут, остальные, вот, у нас два места действия, это, собственно, Калмыкия-Листа, где в детской больнице внезапно у детей начинают появляться симптомы ВИЧ, и это Москва, где, что такое, ну, просто у детей симптомы ВИЧ внезапно появляться, ну, звучит интригующе, окей, не, ну, там, там, как бы проблема в том, что про ВИЧ пока что еще мало чего известно, он там появился только в 82-м году уже впервые, его, или 81-м, его, так, типа, заметили, новый вирус какой-то, и тут... Но там никто еще не знал у нас, да, и в трейлере это, в общем-то... Ну, да, и никто там, типа, то есть знали, что он есть, но думали, что он, типа, только среди всяких маргинальных личностей распространяется, и как раз таки вот здесь вот пытают, ну, идет про то, что как раз один из ученых в Москве пытается бороться с тем, что это не просто так, это не только среди них, это не только на Западе болеют, у нас тоже вот могут быть. И вот, что хочется отметить, очень хорошая работа с эпохой, мне понравилась, выглядит все очень клево, аутентично, и вот, в отличие от Чернобыля, хотя бы больницы не грязные, а нормальные, чистые, но при этом узнаются советские. Но, разумеется, не без столики KGB, которая следит там за всеми, и вот правительство, которое скрывает, не знаю, насколько вот это вот у нас не выкручивают это сейчас на максимум. повтори, пожалуйста, какой год я упустил? 88-й. 82-й? 88-й. А, ну это же почти уже какое-то... Да-да-да, Я тебе о чем... Ну, это уже почти не KGB, но там есть как бы... Я из KGB, пожалуйста, пройдемте. Вот этот троп, который обязательно надо вам в любом советском произведении использовать, не знаю, насколько он реалистичный. Я бы пошел шерстить Википедию и смотреть, и несколько нашел ссылок, которые ссылаются на новости с газеты Ру и на Ленту Ру. Не знаю, насколько там у них достоверные источники, но все равно про KGB ничего не нашел. Так что, это... Опять же, как и все эти произведения, лучше смотреть на это с художественной точки зрения, а не то, как было на самом деле. Что всегда в целом и советую таким произведениям. С точки зрения именно художественного, с точки зрения зрелищности, звучит интригующе и так как-то... В любом случае хорошо, что поднимает такую тему, которую не стоит замалчивать, то, что это типа... Это не вот где-то там это и у обычных людей встречается, и надо это уметь и понимать, знать и так далее. Я вот где-то видел в заголовке, что это типа получилась история на самом деле не только про вот то, что ты сказал, но еще и про культуру замалчивания в России проблем, что это очень актуально, современно и остро-социально. Типа, знаешь, это, мне кажется, любое вот такое произведение, оно про вот это всегда, особенно когда про Союз, ты всегда это видишь, типа там, знаешь, в Чернобыль, где тоже вот всю правду вам расскажут, хотя по факту рассказывают тоже неправду во многих местах, но как бы... Это очень удобная позиция, ты как бы не особо закладываешь ее, да? Да, 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 тут, конечно, есть предупреждение вначале, что типа вдохновлено событиями, там имена изменены из уважения, там, ну, короче, как Фарга, вот, относиться надо как Фарга, вот, в этом плане ко всему этому, но именно с точки зрения того, как это выглядит, с точки зрения, как, куда движется история, интригует и выглядит очень даже достойно, вот, поэтому такое. А про вот эти вот замалчивания, ну, как обычно, типа, у нас все замалчивают везде, в остальных местах не замалчивают, хотя, ну, типа, замалчивают везде какие-то большие проблемы, поэтому, а особенно тут еще пока не совсем, ну, то есть, вирус там условно новый и непонятно его полное воздействие на организм, это как бы тоже обсуждается. А как он визуально, скриншотиков чего-то нету, ну, в смысле, по картиночке непонятно, он круто сделан, у нас там, помнишь, Перевал Дятлова был, который просто чума, я же не путаю, Перевал Дятлова, ну, там просто единственное, какому именно куску Перевала Дятлова. Ну, типа, да, вот этот старый кусок, который просто невероятно выглядел. Ну, он все же ближе к современности, поскольку это все-таки 88-й год, он не пытается стилизовать себя под старый какой-то сериал, иногда перебивается хроникой, конечно, тех событий, но видно все-таки в нем такая модерновая вещь, но работа с какими-то элементами эпохи выглядит довольно хорошей, плюс, вот мне нравится, что они берут иногда в кадр вот эти вот старые, как раз, ну, вот, они даже афишу сделали в виде советской мозаики, такой, вот они берут какие-то вот эти вот выделительные особенности советской архитектуры, которую я очень люблю, и ее показывают. Это также делали в этом, в Хрустальном, ну, да, да, ты рассказывал, я помню. Там тоже очень любили на всякие вот эти вот панно сделать. Запчни свой рот моим соском. Иногда смотришь трейлер и думаешь, что это обычная японская дичь, а потом оказывается лучшим, что видел за последние несколько лет. Необычное такси. Необычное такси. Спасибо. Спасибо. Необычное. Вот, поэтому пока что буду следить, посмотрим, куда нас это заведет и не будет ли вот это вот, ну, немножечко уже подзадолбавшая тема вот этого вот вездесущего КГБ повсюду. Не будет ли она так активно. Хотелось бы просто посмотреть на, блин, на сериал про борьбу для, с выявлением там вируса и какие меры применяли вот это все, а не про то, что опять... Все, отечественные сериалы про СССР, оно оценивается в уровне погружения КГБ в этот сериал. Ну, да, 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 то есть это как вот в Чернобыле это было тоже, где там в каждом кадре человек с автоматом стоит, но это западные снимали, понятное дело, что... Им можно. К ним вообще никаких, нет, к ним реально к ним вообще никаких вопросов, но у нас здесь, тем более 88-й год, я уже такой, по-моему, уже там гласность, там уже перестройка, вот это все, ладно. Ну, я могу понять культурные предпосылки, почему... Да я тоже. Я тоже могу, я просто такой, ну, я так в очередной раз такой, эээээээ. Просто, типа, троп используется настолько активно и так постоянно, что он уже как-то кажется чем-то, вот как, как, как у Шанта, знаешь. Как в Корее социальное неравенство, типа... Ну да, 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 вот типа того. Каждый заранное социальное неравенство, господи. Мне кажется, оно ещё и используется как троп, да, просто звёздочку повесили, никто же не практично, ну, если опять же брать Чернобыль, например, там это была ключевая, в общем-то, идея сериала, да, и это всё про это кричало, а когда у тебя просто есть какой-то КГБшник, который должна быть у тебя движущей силой сюжета, да, это уже выглядит как просто скучный троп, который напихали. Ну, здесь пока непонятно, движущая сила или нет, всё-таки... Ещё успеет. Ещё успеет, да, вот это возможно быть, плюс там уже вспоминаю, там знаешь, там типа какой-то старый главбольница вот в этой Калмыкии, такой говорит, нас вывозили там типа в Сибири, бросали, у меня умирали родители, прямо на льду нам не давали там ничего, о чём вообще речь? Такой, смотрю, ну, решил загуглить, и там действительно есть высылка калмыков в Сибирь, депортация послевоенная, это 56-й год, такой, ты говоришь, не сообщать там типа в центр про то, что у вас заболевание, потому что в 56-м году вас гоняли, но уже же 88-й, там же уже практически государство другое в этом плане. Ну, ладно, надо было сказать, видимо. Запутались в датах просто, да. Ну, то есть, возможно, там какой-то там показывают старые главбольницы. А мне даже в пересказе логично звучит, на самом деле. Ну, не знаю, я как-то просто на это смотрю. Мне просто, может, такое уже надоело смотреть вот это всюду, поэтому, пожалуй. Вот знаешь, я смотрел этот, как он назывался, «Мы все мертвы», который тоже корейский про школу зомби, где зомби появились там в городе, и школьники пытались выживать. И вот знаешь, там вот впервые показали адекватных военных, которые не злые, потому что злые, а просто, ну, типа, действуют слаженно, адекватно и нормально. То есть, вот как-то, и при этом не страдает вообще, там все равно существуют конфликтные ситуации между ними и выжившими там и так далее. То есть, можно же как-то вот без просто злых военных обойтись там, да, просто показать, что нужно, то есть, как-то, ну, больше верить начинаешь в это. Ну, окей, опять же, не берусь дальше в это лезть. Но пока выглядит, пока выглядит достойно. Там, кстати, один из главных актеров казахский, ему уже как раз... Один казахский, а второй опять, опять сын Ефремова, как его дламини. Сын Ефремова, нормально. Он везде, он нынешний Петров просто какой-то. Ну, почему нет? Не, он нормально. Примелькался, а сейчас этот на смену пошел, да. Пост дал, пост принял. Я просто к тому, что у нас здесь так много рекламы, на самом деле, прям очень много в Казахстане рекламы, вот этого сериала, на остановках, там какие-то вывешенные эти, все смотрят. А какой слоган? А какой слоган? ВИЧ заебал. Такой? Да, да. Учитывая, что ВИЧ в основном через заебал тоже вполне себе. Через булбал их передается, да, да, да. Заебал, запятая ВИЧ, наверное, вот так вот как-то должно быть. Ну да, типа того, очень хорошее освещение идет здесь. Ну хорошо, блин, я на самом деле очень сильно рад, ну то есть, типа, кто бы мог подумать вообще, что в 2022 году мы будем сидеть, ну окей, кто бы мог подумать пять лет назад, что мы будем сидеть и такие, так, а что у нас из крутых сериалов русских, да хера вообще-то, типа вот Маньяк недавний этот забыл, как он там называется, который Ливан Гаргозия снял, или как его зовут, тоже забыл. Все поняли, о чем я говорю, да, вот, вот этот нулевой пациент действительно выглядит круто и интересно, я не знаю, последний министр там, ну и типа берешься вот так, перечисляешь, и такой, блин, да вообще нормально сериалов, за которые не стыдно. Очень круто, очень радуюсь этому факту. Прям хорошо. В основном их сейчас тащит, это Среда, потому что это Средовский сериал, и Цикаловская, и что еще там было, этот Хрустальный тоже, он же снятый, и что-то еще недавно смотрел тоже, короче, частенько вылазит. Вот, мне подсказали, Карамор или Ладок Ватанье, ну, есть вопросы, почему я этого не запомнил, типа, вот именно поэтому. Такое колоритное имя, мне кажется, очень тяжело забыть, правда. Я уже забыл, как говорится. Караморо, это Козловский, который? Там Козловский снимал. Или, да, подожди, да. Караморо точно Козловский, и он там снимал, и снимается, и так далее, значит, другую. Караморо Козловский, окей, а значит, это второй, да. Ну, ты смешал вопрос. Я смешал это и другое. Ну, ладно, все, плевать. Ближе еще эти вампиры средней полосы, которые тоже. Да, нормально. А блин, был, как я встретил вашу маму, кстати. Ой, ну ты хочешь поговорить об этом? Давайте, пока мы к этому не перешли, новости. Новости. Друзья, я ухожу. Не будем долго сиськи мять. Не будем задаваться вопросом, можно ли выжить на стопгейме без кинологов. Просто, ну, как бы, факт. Я сюда попал, приходил не потому, что я очень хотел у Макса Солодилова отнять эту рубрику, а потому, что мы посчитали, что так будет корректно. Мы провели некоторые тесты, мы посмотрели, что сделать, мы выдержали вот окошко, и нашли мне хорошую замену, которая нам очень понравилась. Можете гадать. Фильмы – это мой последний сериал, и следующие – мои последние кинологи, которые уже победили. И там у нас палата номер шесть и этот самый. И механик воскрешения, да. Идеально. Достойные проводы. Идеально. Достойные проводы в духе кинологов. Что еще? Если кто-то в топе донатил, обрадовавшись, увидев меня, я ухожу некатегорично и, как всегда, мягко. Теперь у нас есть четыре окошка для веб-камер, так что, если у кого-то будут большие запросы, пишите мне в личку, я буду приходить четвертым и дообсуждать какие-то штуковины. Вот. Просто скорее... Сразу добавить надо. Не с СГ уходит. Это такой нюансик, а с кинологов. Да, да, важно. Я просто, да. Ну, как бы, ребят, сорян, но правда, я изначально первый раз уходил из кинологов, типа, ну, уходил. Вот так. Вот, так что, надеюсь, никого не обидел, не расстроил. По-моему, следующий ведущий вообще должен золото здесь сделать. Я прям с большим восторгом жду то, что получится, потому что прям, ух ты, ой, как интересно должно работать. Ну что? Ну что? Да, а теперь не забывайте голосовать на Бусти по поводу сериалов к следующим сериалогам. Там уже есть специальный пост для голосования. Я не знаю, кто там сейчас лидирует, потому что не до этого. Вот. А мы давайте переходить к сегодняшним нашим сериалам. Я, правда, не знаю, с каких мы найдем. Ты хочешь сразу начать с твоей... Нет, 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 я могу просто подождать, да, посмаковать момент. Хорошо, давай. Давайте с меня тогда начнем, сейчас только приду. Так и планируется с тебя. Да, можно пока без тебя это обсудить. Ну, вы рассказываете, вы рассказываете, как вам, я слушаю. Слушай, слушай, да. Как тебе, блин? Ну, это да, это еще раз на всякий случай. Это, ну, да, я не помню, какого он, прошлогодний или этого года? По-моему, прошлогодний, да? Или это уже этого года сериала? Ну, короче, свеженький сериал, да, от зарежиссуры Бена Стиллера и еще одного чувака, я забыл, как его зовут, вот, так что... И просто это интересно, потому что, на самом деле, действительно, у Стиллера случился 6 лет... 7 лет назад, по-моему, этот... Невероятные приключения Уолтера Митти, и он там тоже про офисную жизнь и борьбу с офисной жизнью рассказывает. И здесь тоже, как бы, нас погружает, вроде бы, в тот же антураж, и очень неожиданным образом это все выкручивают. Давайте быстренько, вкратце, что происходит. Происходит следующее. Есть, короче, чувак, который приходит на скучную офисную работу. Ну, скучно или нет, это мы еще... Это под некоторым вопросом. Вроде персонажи не так-то уж сильно и недовольны своей судьбинушкой. К ним, правда, еще одна девочка поступает туда. И через нее мы узнаем, что, оказывается, эта работа выполнена очень странным образом. Все, кто туда приходит, они забывают про свою личную жизнь. А потом, когда выходят обратно в личную жизнь, они забывают про работу. Эта история называется как раз разделение. И персонажи, которые вот работают в этой фирме, устраиваются, им надо вот этот обряд разделения обязательно проходить. То есть ты никогда не запомнишь, что ты делал на работе, когда сидишь дома с пивком. И наоборот, на работе ты не помнишь, что ты дома с пивком сидим. Два, как бы, на две личности разделяется. В этом вот хай-концепт сериала, который сам по себе уже достаточно зацепительный. Но это не единственное, что в нем есть. Да, в нем есть еще... Слушай, сам по себе хай-концепт, конечно, интересный. Может быть, не такой прям за, как бы, так сказать, знаешь, как пазл выглядящий. Хотя вопросы, как бы, у тебя, конечно, есть в конце первой серии к тому, что вообще, почему происходит. Но как будто бы в первой серии мне в целом рассказали, как устроен этот мир, и я его понял. Возможно, я в итоге окажусь неправ, и все окажется не так, как оно очевидно. Но, по крайней мере, оно создает такое ощущение. Вначале, но здесь, как минимум, очень клевый, именно с точки зрения визуального концепта, сделанный сериал. Потому что это такой вот контрол, только где еще все работает пока что. То есть это вот абсолютно... Хорошо, хорошее сравнение. Меткое. Да, это такой вот прям... Я не знаю, как правильно этот стиль называть, такой вот... Блин. Ну, по-хорошему, ну, я бы назвал это брутализмом, на самом деле. Ну, понимаешь, брутализм все-таки у меня немножечко с другим ассоциируется. Я тоже хотел сказать брутализм, но у меня... Вот контрол, он совсем прям брутализм. Здесь все-таки такой, знаешь, какой-то вот пластмассовый брутализм. Вот что-то такое, мне кажется. Давай, забегая вперед, можно сказать, что вообще вся визуальная эстетика фильма родилась из Стэнли Пэрабл. И это не шутка. Это буквально то, что они говорят. И второе, почему там... Вот есть там странные такие пузырчатые околофэлаутовские компьютеры. Я, зараза, забыл. Они нашли какое-то здание супертехногенное, которое было построено в, типа, 70-х, 80-х годах. Какой-то, знаете, такой офис Apple 70-х. И они нашли это здание, такие, охереть, все снимаем здесь. И отталкиваясь просто от этого здания, которое на общих планах показывается, они стали подбирать эстетику и решили, что почему бы не пузырчатые старые компы. Выглядит, конечно, офигенно. Не вписывается, да, но аутентично туда приходится. Да, плюс у нас здесь обаятельный такой герой, напоминающий мне чем-то скрещенную между собой Тома Круза и Даура. Который прям такой обаятельный, добренький. Но как будто бы, знаешь, как будто вот японец такой, это маска какая-то у него, когда он на работе находится. То есть это вот его дружелюбность и обаятельность за этим. И в конце где-то первой серии тебе подсказывают, что не все так вот просто с этим разделением. И его коллега, который, по идее, не должен его в реальной жизни помнить, он его помнит и такой говорит, если хочешь знать правду, приезжай. И на этом в целом заканчивается первая серия, можно так сказать. Это, кстати, самый такой, самый, на мой взгляд, показался самый... Самый обычный ход, да? Да-да-да, потому что до этого сериал прям меня удивлял. Мне на примере одного момента просто прекрасно, мне понравилось. Я понял, что I'm in, когда я начал слушать музыку, она здесь просто потрясающая. Во-первых, сам по себе жанр, там какие-то синты отплясывают совершенно какие-то космические, чтобы сразу погрузить тебе в атмосферу необычного. И там, короче, когда герой наш приходит на работу, а там еще есть разделение прикольное, на работе играет такой синтовый саундтрек, когда он дома сидит, играет такая меланхоличная пианинка. Вот, и это тоже имеет значение для сюжета. Там, с точки зрения, мне кажется, ракурсов тоже так же делают, потому что на работе там вот эта симметрия постоянная. А дома такой все темно, и все обычно. Да, ну, пацаны, простите, давайте, пока мы говорим про первую серию, я тоже присоединюсь. Там же еще и снято охерительно, потому что, вы так сказали, девочка просыпается, и мы через нее узнаем. Хер-то там! Вам показывают рыжую красотулечку, которая встает со стола, вот так сползает, камера фиксируется где-то в районе стола, и ты примерно 3 минуты смотришь, как она просыпается, не понимает, что делает, и ходит просто по кругу по комнате, долбит в стены и пытается разговаривать по радио. И ты такой, типа, чего? Это так круто сделано! А потом, типа, кат, и тебе показывают ту же сцену, но с другой стороны человека по ту сторону. Ну, типа, вау! Ну, то есть там, я не знаю. Удиволнительная, кстати, очень важная. Да, да, и оно офигительно смотрится. Да, оно офигительно смотрится второй раз. Ну, то есть, типа, как бы, там не только сам Северенс, оно срежиссировано же, просто, вау, чума, первая же серия. Да, да, там прям, там, во-первых, там много разделения в кадре, да, я уверен, что это, скорее всего, будет происходить и в других. Там четкий фрейминг персонажа встает обязательно в какие-то там панно, образуя триптихи, если у них трое, они обязательно встают каждый в своем каком-то кубике. Как вот это совершенно прекрасные столы, которые я сначала, я даже не выкупил. Я сломал-то вообще! Я думаю, что, как бы, человек разговаривает с другим человеком из другого мира, и, как бы, у них стал... Потому что... Давай пытаемся объяснить, давай пытаемся объяснить, давай пытаемся объяснить, вот кадр сбоку, короче, и твой герой сидит в профиль, и напротив него пустое место. Потом кат, на пустом месте появляется другой человек, а вот здесь пусто, и ты не понимаешь, как это работает, и дай бог, к концу сцены ты поймешь, что просто у них вот, типа, ну вот, буквой и крестиком, короче, вот таким стоят столы, и тебя просто вот так вращают по кругу вот этого стола, но все так одинаково, и... Уааа! Чтобы не были двое в одном кадре сразу, опять же, это важно. Потом они начали уже как-то миксер-микшевать. Ну, мне продалось на уровне музыки, потому что, когда мы заходим, да, там вот эти синты, космические, все прикольно, и когда персонаж заходит в здание, все такое белое, все такое, ну, выверенное, симметричное, просто классическая какая-то утопия, антиутопия, и персонаж начинает веселеть, и на фоне играет такая музычка, такая, типа, та-та-та-та-та-та-та-та, знаете, вы хэппи фью, как будто бы человек, ну, вот, я такой, блин, скорее всего, это вот стандартная история про плохое — это все плохое, это все хорошее, все хорошее — это все плохое, это антиутопия. Но потом в следующей сцене, когда мы уже проникаем в его офисную жизнь, саундтрек начинает не вот утрированно веселеньким быть, а такой, он микшует мотив неопределенности и любопытства, энтузиазма, то есть герой, попадая на работу, он действительно оживает. Это меня прям вот дальше по серии начинает вообще очень переворачивать мозг, потому что ты ходишь на работу наскучную, и ты там веселый такой, есть хорошенький, ты ходишь в жизнь, где ты не помнишь, что ты работаешь, жизнь — мечта, жизнь — сказка, ты не работаешь вообще, за тебя работает другой ты, о котором ты не помнишь. И он там максимально грустный, максимально вот такой хтонический, преисполненный, вот эта меланхолия грустный. И это все подчеркивается и визуально, и саундтреком, и кадрами. Вот прям, ну, все выполнено как с иголочки. Интересно, как-то дальше в остальных сериях. Так, еще вопросы? Это главный. Ну, про спойлеры по сюжету, я бы попросил опустить, я бы, скорее всего, досмотрел этот сериал до конца, он прям... — Все, хорошо, это супер тогда. — Да, наверное, это... — Я могу разве что отметить еще восхитительный опенинг, вот этой вот анимации, такой прям... — Как они это сделали вообще, я не понимаю. — Мне кажется, это типа, знаешь, они нарочно сделали плохую анимацию, вот эту спагетти-желеобразную, которая получает... — Не, ну она, она типа... Там вот очень тонкая грань, да. Ну, уважаемый чатик не видит, но просто знаете, что в разделении, мало того, что срежиссирован прекрасно, его еще опенинг почти гениальный, потому что анимация попадает осознанно, очень выверенно попадает в суперзловещую долину, где это одновременно и очень фотореалистично, и проклятое. Типа вообще не похоже, суперхерово. Я не знаю, как они это сделали, это прям вау, какого черта. Но, в общем... Буквально донатик, короче. — Сука! — Вомбат, по-моему, первая волна. — Не знаю, что это такое за сериал, но добавлю. — Благодарю. — Первая волна, тоже не знаю. Вомбат. Вомбат, может быть, или... Не знаю. — Ну, по-моему, Вомбат... — Это на уровне современных отличных анимеопенингов, тогда гляну лучше. Ну, реально, я не помню такого хорошего опенинга вообще, где бы то ни было. Говорят, опенинг был только со второй серии, откуда Васе видел. — Потому что я вторую серию начал смотреть, очевидно. Короче, я могу сказать только слово охуенно, и мы с вами пойдем дальше в целом. Потому что все, что вы увидели в первой серии, вот так же еще девять раз. Наверное, типа, есть три вещи, которые, ну, как-то вот в интернете ходят немножко. Первое, что это сериал про коммунизм и Маркса, потому что там бородатый дед такой, как бы, мимо какой-то портрета Маркса мы проезжаем в интро. Это неправда. Сериал вообще ни про какой, ни про коммунизм, социалистических идей в нем нету, и ничего такого. — Он, скорее, наоборот, про капитализм и его критики. — Ну, не про капитализм, ну, типа... — Ну, там же есть эти какие-то эти во второй серии, по-моему, там ребята, которые такие, нет разделению, там, типа, за права. — Ну, короче, сейчас я расскажу. Эти ребята больше не появятся никогда. — А, ну окей, ладно. — Вот. И сериал не про ковид, что очень важно, на самом деле. То есть, есть такой, типа, ну, очевидная мысль, которая напрашивается, что это будет сериал про work-life balance, типа, про то, что как же нам балансировать личную жизнь и работу? Как же нам, типа, как наша работа может стать продолжением нашей жизни или ей не являться? Можно ли нормально жить, не работая, например, да? Можно ли чувствовать себя спустя в выполнении? Ничего! Этого нахер в сериале нет. Просто сразу. Ничего этого в сериале нету. К счастью или к сожалению, сериал про другое. Это исходит из его истории и производства. Возможно, во втором сезоне все поменяется, но в первом это сериал полностью про то, что работа говно. Ну, то есть... И поэтому у меня лично была такая небольшая проблема его смотреть, потому что первая серия действительно оставляет вот такие зачины, и их можно себе, типа, додумать, да? Ну, это очень большая разница, когда ты что-то додумываешь, и когда сериал о чем-то разговаривает. И разговаривает сериал о том, что работа говно, сотрудников эксплуатируют, ходить на работу это плохо, типа, бедные люди не знают, зачем они занимаются и зачем они живут, и жизнь их пуста, грустна, и все остальное. То есть, на самом деле, это антикапиталистический манифест про то, что работать хуевую работу хуево. Типа, ну, это основная, главная мысль сериала, и она особо не исследуется, и никакого там ничего такого нету, и был бы это супер бесполезный сериал, если бы не одно но. Это лост. Типа, это новый лост, и это самое потрясающее, что в этом сериале есть. Потому что тут как бы, ну, очень приходится додумывать себе на этом этапе какие-то вот там красивые мысли, там очень смешно, что у главного героя, ну, это такой не спойлер, главный герой в какой-то момент начинает читать глупую мотивационную книжку, типа, очень глупую, но она в контексте вот, типа, происходящего в сериале разделенного сознания и всего остального мотивационные цитатки просто из глупой книжки звучат просто как архистины потрясающие. И это, конечно, прикольно. И, наверное, ключевая цитата всего сериала, которая там произносится, это ты нужен работе, а не работа нужна тебе. Поэтому у меня не получилось с ним солидаризироваться никак с этим сериалом. Ну, то есть, типа, это не про нас, к сожалению, мне реально тяжело это понять, к сожалению или к счастью, потому что я свою работу люблю и нас это вообще с вами, пацаны, не касается практически никак. Но это лост! Это лост, твою мать! Я не знаю, я 20 лет искал это ощущение. Расскажи это флину, его нужде смотреть, как я встретил вашу маму. Нас это не касается. Да, да, да. Да. Это правда. Ну, короче, это лост. Я 20 лет искал это ощущение, потому что, ну, за каждым новым клиффхенгером у меня просто мурашки по яйцам бежали. Я такой, чего? А почему это вот так? Давайте, микроспойлер, вот микроспойлер. Работа этих людей заключается в том, что перед ними стоит пузатый монитор, на нем матрица Ц чисел, и они должны на них смотреть и искать страшные. И главная героиня приходит такая, чего, блядь? И она такая, ты поймешь. И они просто, и они сидят и целыми днями и ищут страшные цифры. И это только первый слой того, что здесь происходит, потому что в какой-то момент просто там, ну, типа, сериал умеет делать вообще все. Он, во-первых, здесь всего, ну, там, я не знаю, по пальцам одной руки пересчитать персонажей. Ладно, двух рук, хорошо. И каждый из них это просто перфект кастинг. Каждому очень много времени уделяется, у каждого своя история, и все-все-все. Вот это... Уртара прекрасно, обожают Уртара. Как он, то есть, хороший, красавчик? Ой, здесь все прекрасны, реально. Я не помню сериала, у которого был бы такой же охерительный кастинг за последние годы. И это тоже роднит его с лост. Вот, типа, ну, ни одного, вот, когда персонажа нету, который, казалось бы, типа, не в тему, или бы невеликолепно играл. Нет, здесь все просто звенят вообще охерительно. У них еще Бен Стиллер выжимает, типа, и комедийные моменты, и драматические, и все остальное. У него прекрасная режиссура, он говорил, что должен был снимать только первый эпизод, но просто втянулся и снял пять. Ну, типа, просто, просто угорел. Я, говорит, ну, пап, я, говорит, снял один, потом думаю, ну, сниму три. Снял три, такой, думаю, ну, еще время же есть, свобода, еще хочу поснимать. Вот. Вы должны убивать свои ребята. Скажи мне, быстренько, пока мы от Стиллера далеко не убежали, есть ощущение какой-то параллельности с этим? Параллельной версии Уолтера Митти? Вообще нет. Никаким местом. Никаким местом. Не, не, не. Даже вводных никаких схожих нет. Я тебе говорю, это вот это офисное пространство, которое душит. Там тоже в Митти было. Мне просто есть ощущение, что это его какая-то, знаешь, лошадка, которую он хочет куда-то довезти. Да, 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 да. Может быть. Но, не, в этом смысле, окей, есть, такое новое поколение хипстерских сериалов. Вот. И в первой серии разделение уже это отлично наглядно показано. Новое поколение хипстерских сериалов это когда сериал думает, что ты очень умный и поэтому он прям не то, что не упрощает тебе задачу, а он тебе такой я буду давать все по одному биту информации, ты у меня не глупый парень. Великолепно показана режиссура всего сериала, когда в начале приходит девушка к главному герою, ты такой, типа, ну, он такой просыпается, такой, а, я опоздал, забыл, она говорит, ну, поехали, они садятся в машину, едут, потом она такая, вот, в очень тоненьком экспозиционном диалоге ты гадаешь, кто она ему вообще, ты не пытаешься понять, а потом, потом такой, а, ну, они приходят в дом, она целует другого мужчину и такой, так, наверное, это его сестра, да, мужчина такой, привет, обращается к нему по имени, так, наверное, они знакомы, а потом проходит диалог за столом и через 15 минут ты узнаешь, что она беременна, потому что первый раз взяли общий план, и ты такой, чего, откуда это пузо выросло, вот, ну, и, короче, и вот сериал вот настолько умно, тонко и аккуратно обращается со всеми вот девятью сериями, и единственная его проблема в том, что, сука, он заканчивается на гребаном клиффхенгере, после которого вот, вот именно то лостовское ощущение, ты такой, ну, я, ну, я должен немедленно знать, что дальше, ну, просто, ну, а как, как я могу вообще здесь остановиться, какого черта, вы же вот, развязка пошла, самое нас, зачем, вот, это, это очень больно, но я, короче, пока летел. Слушай, есть ощущение, прости, еще раз перебью, потому что это тоже очень важная тема, я, вот сейчас она поднимается потихонечку, актуализируется, потому что на самом деле, да, этот сериал Lost Lost, но, по крайней мере, в твоем видении, но он не одинок в этом, у него есть очень много хороших конкурентов, и прекрасный пример был сериал, я забыл, как он называется, и к черту бы, его с Джошем Бролином, кажется, в главных ролях, который закончил первый сезон на Клиффхенгере, и все, и сезон, сериал закрыли, и типа, есть такой вот сейчас, возвращается тенденция к построению сюжета такого, таким образом, чтобы намузить какой-то херни, с которой будут разгребаться сценаристы десятого сезона, а сейчас на этом этапе даже не важно. Но, ты знаешь, на самом деле, может, может быть, такой риск, потому что, ну, некоторые вещи, которые здесь происходят, это реально Лост, вот, типа, насколько вот Лост взрывал тебе мозг бункерами, вот настолько же здесь, в этом пространство контрола, иногда просто разрывает тебе башню от того, что, типа, какого черта, серьезно, вот, ты думаешь, что-то спит, что ли, кто-то сейчас, как я это могу увидеть вообще? Ну, да, действительно, очень круто, Вася правильно сказал про контрол, потому что, очевидно, там есть, как минимум, одна страшная комната, которая, ну, просто контрол, вот, типа, прям очевидно, что они оттуда все слезали, и это тоже, как бы, здорово и потрясающе, и, я не знаю, типа, вот кто-то написал, в чатике я следил одним глазом, что я не досмотрел, когда появляется второй отдел, там начинается какая-то скукотища, как всегда, проблема Кунгурова, если мне что-то не нравится, я просто нахер догадаться, не могу, что вам может не понравиться в этом сериале, я залипал, типа, ну, вот настолько залипал, что пока я летел в Корею 11 часов в самолете, я, типа, шесть серий подряд посмотрел, и не чихнул вообще даже, вот, ну, идеально вообще зашло, и никаких проблем, ни пауз, ни с ритмом, ничего, вот сидишь в самолете, смотришь, смотришь, все тебе весело, интересно, каждая серия заканчивается черти чем, не могу найти ни одного серьезного провисания, и когда, и последняя серия просто охуительно, типа, я не могу вам сказать про нее ничего, но, окей, я смотрел два сезона Мистер Робота, и вот, типа, я могу себе его представить, да, и вот помните, серия, в которой, эээ, Эллиот, эээ, типа, ходит по офису, и у него просто есть ощущение подвоха, серия снятая одним дублем, и он такой, так, у меня как что-то здесь, блять, не так, но я не могу понять, что, типа, вот, ээ, из моего опыта двух сезонов Мистера Робота, последняя серия разделения, настолько же хороша, насколько вот, лучшее, что я видел в роботе, потому что я просто сидел, у меня челюсть отвисла от того, насколько все круто сделано, ни одним дублем, ничего такого, но просто вот хай-концепт серии, я прям такой, ааа, какие вы красавчики, и после этого сериал, сука, обрывается, так что не смотрите разделение, не смотрите его, я вас заклинаю, он слишком хорош, ну, правда, я не знаю, почему говорят, типа, скучно, вот, последняя ремарка, гитхабер говорит, мне не понравилось, насколько тупо себя ведет охрана этого заведения, вроде все топ-секретно, но на весь этаж всего один охрана, охранник внезапно может пропасть, делай что хочешь, наверное, это вот, да, единственное же опять появляется вопрос, сюжет говно действует нелогично, но, Вася и Флинн меня поймут, как авторы одного интересного видео, но, короче, это на самом деле сериал про лиминальное пространство, и поэтому ничего, что, ну, как бы, ни одно действие героев, не кажется тебе странным или нелогичным, в контексте, типа, вот, происходящего сериала, потому что там все, как будто бы, реально, это, знаете, супер искаженная версия сериала Офис в отдельные места, как будто бы, то есть, это вот люди ведут себя так же смешно и абсурдно, но при этом это, как бы, реальная жизнь, они просто странные, они просто все из зловещей долины, и, типа, в этом лиминальном пространстве, на самом деле, мне кажется, я надеюсь, что не будет у людей проблем с логикой и действием персонажей, потому что там то ли ебнутые все, то ли еще что, ну, то есть, очень много загадок, объяснений, и, не знаю, все, короче, круто. Control же про то же, да? Control как раз про эти лиминальные пространства, про то, что настолько все нелогично и странно, что просто принимаешь логику мира и живешь. в целом, в таких вот, скажем так, каких-то мистических мирах, достаточно, знаете, одного охранника, который просто, ну, то есть, вот там же во второй, во второй же этой серии буквально, когда вот эта девочка пытается убежать, и внезапно появляется такой мужик, который просто одним своим видом, там вот на нее так смотрит, да, да, и вытаскивает, я, судя по тому, как герой активно ее пытается отмазать, не надо сталкиваться с этим мужиком. Да, да, и, блин, там на самом деле, реально, ну, то есть, в какой-то момент, я не знаю, есть вот один слой этого сериала крутости, это твисты и клиффхенгеры, но есть еще второй, как минимум с рыженькой, и что в какой-то момент ты такой, блядь, а ты хороша, ну, то есть, персонажи просто как будто бы, ну, действительно, крутые и умные вещи делают, не всегда на этом сериал не построен, но, типа, в одном из эпизодов ты думаешь, вот это ты, сука, красотка, типа, вот это прям ходы, и иногда ты смотришь и просто радуешься от того, что герои реально делают какие-то умные, интересные вещи, может быть, умные и интересные в рамках своих персонажей, но тем не менее. Слушай, кстати, а про это тоже очень интересно было на примере первой серии, потому что она настолько насыщена, за час тебе столько всего выплевывает, было очень интересно, что они даже жонглируют какими-то концептами в отдельности от сюжета как-то сериала, и объясню, это, например, они рассказывают про ужин без ужина, там, да, приехали, друзья посидели, просто пообщались, не обеды за столом, не ужины с водичкой, и про кроватки, которые ребенку сразу три кровати надо купить, чтобы он потихонечку вырос, и для него большой кризис, если он ему новую кровать будет покупать, старую выбрасывать, поэтому лучше сразу три купить, чтобы он потихонечку из них перерастал. Сколько сериал вот этим тебя балует еще в дальнейшем? Я бы не сказал, что этого слишком много, нет, я бы не сказал, но, то есть ты мне сейчас напомнил, я такой, а, да, в натуре, у них был сначала ужин без ужина, ничего себе, ну, то есть нет, про это они забывают практически полностью, сериал, очень, наверное, это его лучшая сторона, что он фокусируется на персонажах, а не на вот этой вот всей ерунде, то есть у него прям характер девелопмента, горы, и очень много актерской игры, ну, очевидно, в таких пространствах, и очень много, именно вот, ну, общения между героями и выстраивания химии, то есть я не знаю, в какой-то момент, в одной из последних серий, типа восьмой, когда они пафосно идут по коридору, и, ну, как бы, это реально шот, что они пафосно идут по коридору, но он смотрится не иронично, я такой посмотрел, и думаю, блин, я давно так не влюблялся в персонажей, ну, то есть прям, они, они охерительные, они очень классные, ну, то есть, вообще, последний раз вы видели пафосную проходку персонажей и влюблялись в него в этот момент. Нет, вообще, вообще, на самом деле, вот, типа, когда вы последний раз, это очень правильный вопрос к этому сериалу, когда вы последний раз смотрели сериал, который в первой серии просто рвал вам жопу отличной режиссурой, ну, возможно, недавно, хорошо, но когда вы последний раз смотрели сериал, который каждый раз оставляет клиффхенгер, когда вы просто, блять, не понимаете, как это может быть правдой сейчас, когда вы последний раз смотрели сериал, в котором вы влюблялись в персонажей, чем дальше, тем больше, и когда вы последний раз смотрели сериал, у которого был бы вот прям high concept, вот прям такой solid, я не знаю, как яички Лысого из Бразерс, такой вот твердый, крутой концепт, который прям не разваливается, и который держит от начала до конца, и в котором интриги просто сезонов на пять можно наворотить, когда все это было последний раз в одном месте, хер его знает, поэтому это новый лост, и вообще, слава богу, мир Дикого Запада, кстати, говорят, проблема мира Дикого Запада, вот кстати, что мир Дикого Запада нахер неинтересно смотреть, вот, сезон не закончил первый, типа, закончил первый сезон, вот теперь второй раз интересно смотреть первый сезон, типа, нет, здесь такого нету, разделение ты просто смотришь, какой очень крутой сериал, который постоянно делает движуху вот вот что на добавлять смотри он хуже не станет он не устареет вообще не на грамм он снят вне временно подождите пока хотя бы там кто-то скажет что он скатываться начал или что-нибудь еще второй сезон анонсировали вы не захотите терпеть клиффхенгер первого сезона отвечаю не захотите а если он на третьем закончится ты будешь про лост дальше заливать или все или откажется от своих слов про сейчас из сериала же не тянутся долго лост в идеале вы закончился бы где-нибудь на третьем если бы закончился на третьем вообще кстати когда когда я смотрел интервьюшки я почитал просто особо нечего из них пока сказать такого умного и бен стиллер сказал что типа у автора сценария все готово ну то есть типа и они может быть они конечно там маркетинговый булшит и все остальное но как бы он просто рассказывал что начали снимать сериал до к вида а потом к вид и они у них перерыв на несколько месяцев он говорит слава богу потому что у нас было время по креативить потом опять начали снимать опять бах перерыв к вид опять там вспышка и он говорит очень долго из-за этого снимали и у нас было очень много времени чтобы понять о чем рассказывать первом сезоне то есть как бы там вот вот это был заход это не был заход что у нас не лостом не просто в контекст это встроил да вот ну то есть он сказал что проще говорит ты мне сбил про то что это было не привязано к лосту про то что это сериал до конца да 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 то что у него короче все и вся идея сеттинга все разработано все продумано и это реально так ощущается на самом деле то есть как бы там нет вот прям рандома рандома ты чувствуешь что это все какая-то схема она очень логичная и примерно после первого сезона ну такое чувство что ты можешь там процентов 70 схемы уже как-то примерно себе набросать в голове вот но у сценариста полностью готов сеттинг и поэтому как бы там нету вот прям совсем вырши то реально все пока выглядит так что это можно очень красиво очень аккуратно закончить и все что они разворачивают она развор ну окей одна большая интрига в этом сериале раскрывается в первом сезоне и ты такой а вообще-то это охерительная идея и действительно хороший твист ну то есть как бы ты такой да я верю вот в в эту фантастику я верю это круто это не притянута за уши это хорошее объяснение всему от из тебя не оставлять совсем ни с чем в том-то и проблема тебе как бы дают реально там 75 может быть процентов ты как будто бы уже все понял тебе просто интересно что дальше то есть как бы ты выходишь из этого сезона с ну очень наполненным и ты очень много понимаешь про этот мир гораздо больше чем там самом начале у тебя раскрывают очень много иерархии структуры там всего остального но как бы они обрывают на таком моменте что типа уау ну то есть как как сейчас весь мир должен какая помните хорошее сравнение утреннее шоу вот утреннее шоу заканчивалось типа так что типа но тут одновременно либо закрывать сериал навсегда либо вот вот как то заканчивается severance ты просто тебе ты жаждешь знать следующую сцену вот звучит как то что надо и надо смотреть ну я и я так понял что если ты мазохисту можешь посмотреть в том плане что чтобы потом страдать до страдать типа и он идет вот девять часов и если бы он был плохим стрелять сериалом то мазохист страдал бы всего девять часов а здесь мазохист страдает полгода пока не выйдет второй сезон может быть даже больше да ну вот надо учитывать что он только закончился в апреле да я старался следить за чатиком я не видел особо много несогласных со мной в чатике так что наверное я не окончательно поехал кухой или поддался мнение два варианта а я не знал про общее мнение кстати ну то есть я просто смотрел охреневала потом открыл и мне сообщили что это один из самых топовых сериалов вообще он супер популярные его сейчас все любят и такого здрасте ничего себе да это кстати сериал нам на пусть и предложили я хочу сейчас залезть посмотреть что у нас на пусть и идет давай а я мою мустры предметы перерождение в слизь сага винланди убивая еву сообщества так покемона убивая его второй раз игра в кальмана покемоны 2 и убивая его третий раз легенда о коре рашендол тени кости война и мир рашендол рашендол три раза сага винланди еще раз вижу блин что-то как будто бы у нас паритет сага винланди рашендол и убивая его как думаешь какой из этих сериалов отправим так айсирай погоди это что за фигню ты творишь почему у тебя четыре коммента подряд с разными сериалами я не замечу что ли граф каймара покемона убивая его легенда о коре не не считается вот это вот вот такой вот я думали я не замечу будет систему ты вижу олег воробьев тоже два раза у нас что у нас было правило не будет но нельзя же голосовать одновременно за несколько вообще-то не было ну и на сегодняшнем эфире нет никаких правил а потом мы забудем про то что давайте оставим контент наконец и сейчас поговорим про и сика и а у меня здесь да и сикает я брал и я кайна пара да вот ровно этот сериал я начал смотреть и блин какой из прости это устраивает королевство все понял я короче я начал его смотреть я такой блин все ну то есть это я нашел свой я реально то есть когда мы на прошлом эфире сидели я просто стал вспоминать что я хочу посмотреть и такой блин мне хочется посмотреть про какого-то умного персонажа который делает как бы рациональные последовательные логичные крутые решения и буквально весь концепт первой серии заключается в том что окей на каком-то уровне это тетрадь смерти но такой персонаж который такой я хладнокровно делаю логические выкладки за одну долю секунды которые типа игроки в dnd неделю вы придумывали вот и как то есть когда его исекайнулся понятно значит его вызвали из другого мира и царь говорит я хочу тебя продать соседнюю страну и главный герой такой знаешь как и сатурни а типа сколько еще людей вы можете вызвать он говорит вообще-то никого и он такой а тогда логично меня оставить потому что я козырь в этой ситуации а с деньгами как-нибудь раскидаемся что уморительно герой такой так забираем у король король такой забирай мою дочь я больше не король все и главный герой обложился кучей бюрократических бумажек и я просто это важно потому что типа не визуально не как-то там монтажная не режиссерский ничего хорошего из сериала себя не представляет но в следующей же сцене приходит блондиночка которая такая умная тяночка и он не говорит так я значит это распродаю королевскую сокровищницу потому что это это королевские артефакты но я поделил сокровищницу на три категории первая категория исторические ценности и на исторических ценностях мы можем заработать больше потому если выставим их в музее люди захотят их смотреть это как бы долгосрочная инвестиция золото я смог продать а c категория магия я не знаю что это пока этому пока оставлю но похоже что это оружие таким образом мы замкнули экономическую систему сможем выплатить долг и все хорошо можем жить дальше такая подожди давай укрепим армию он такой нет потому что экономическая благоволучия в долгосрочной перспективе я такой господи если каждую серию он делает вот это то я на него дрочить буду с большим удовольствием чем на эту тяночку что за волшебство то вообще такое как я кайфанул господи как мне нравится как димона описывает он реально с места в карьер стартует там первый вот открывающая сцена и герой у нас потихонечку истекается идут титры а или да не он еще истекается после титров аккуратно ну просто да только заканчивается опенинг у тебя сразу начинается движ просто никакого типа знаете нету у этого сериала нет никакого понимания о том что такой пейсинг о том что такой размеренный темп он просто сразу наваливает тебя происходящее герой сразу в сцене после титров отправляется в это королевство и начинает разговаривать и начинает разговаривать и говорит и говорит и говорит и говорит мне в какой-то момент показалось что это просто сами авторы сценария они такие знаешь как этот как полуночный подкаст был они просто болтали и потом а давай натянем это на анимацию вот тоже самое такие вот здесь вот здесь короче начали всякие придумывать придумочки которые связаны с человеком знающим попадающим туда и такие не будем париться с подачи просто вот наши диалоги засунем сюда и он так и будет всю серию самое смешное что-то до дикого доходит у тебя начинают ползти титры просто титры персонажи разговаривают и серия на этом заканчивается на самом деле вот насколько она не изобретательна с точки зрения постановки настолько дико она с точки зрения вываливания всей этой информации на тебя вот я не знаю насколько можно преисполниться этим но очевидно если вы поймаете эту волну как кунгуров дату скорее всего это будет что-то потрясающее потому что настолько это дико настолько все неправильно что даже хорошо вот просто из-за из-за дичи просто показали красивую тяночку и как бы нет вот этого исекайного чтобы она там буду дула губки обижалась она тоже блин рациональный человек такая пришла просто великая абсолютно сцена как я ухохотался но есть она не смешная как-то по своим причинам видимо ухохотался но типа она приходит да ты что меня там тебе на тебя женили уже какого черта а он такой извини пожалуйста я не планировал чтобы этого произошло меня здесь поставили вот поэтому мой план заключается вот в этом вот в этом свадьбу ты можешь обвинить конечно же это свободный человек тебе самой решать неужели разговаривать в том что ладно буквально такая ты классный в целом я такой как вы быстро прошли эту стадию как теперь и сидит тоже бумажки вместе с ним листает дальше восхитительно рационально супер-рационально название не врет вайс как там дальше с этим все вот дальше дальше очень странно с этим на самом деле потому что я посмотрел половину этого сериала и переключился на другой вот так вот так вот да потому что сериал как мне кажется начал вот именно вот это вот построил ну вот изначальный свой вектор вот в сторону рациональности но потом по моему ощущению рациональности куда-то нахрен унесло серии к пятой к шестой как раз вот потому что сперва все начинается вот как ребята описали то есть герой приходит там что разделяет сокровищем и так далее так далее во второй серии он такой так у нас нам нужно короче продовольственная безопасность на у нас много короче хлопка выросла просто начинает короче этот самый теорию спроса и предложения хлопок был очень дорогой все начали выращивать хлопок а теперь это же это же просто это волчицы и пряности начинается в каком-то смысле да теперь все выращивают хлопок теперь наш хлопок стоит дешево мы еду на это купить не можем давайте уберем посадим здесь пшеницу вот и будем ее выращивать и такой типа окей да в принципе звучит и вполне себе логично вот но дальше пошла какая-то странная вещь потому что он начал собирать себе людей в помощники и там типа объявление на все королевство сделать и по все только кто обладает там уникальными какими-то особенностями приходить королю я решу сколько работ вам дать и насколько ваши способности хороши и главный кого он собственно берет к себе там берет нескольких людей и главное кого он к себе берет это толстенький паренек который короче его особая особая особенность это то что он типа ел всю еду в мире вот типа он может есть сколько ее угодно и вот он его берет потому что он такой давайте у нас не хватает все еще еды поэтому сейчас ты давай покатайся по миру и найди кучу рецептов что нам можно готовить из подручных средств и у меня сразу такой вопрос типа отчет как бы люди жители которые могут живут рядом с теми предметами вот которые можно употребить они не знают что их можно потребить обычно это как раз ну если вокруг людей что-то растет если вокруг людей что бегать люди наоборот активнее этого принимают в пищу то есть гораздо больше знают об этом зачем нужен человек который поездит где-то по миру и расскажешь что окажутся вот эти вот вещи которые у вас под ногами растут можно есть это это очень очень странный какой-то вывод сделанный я могу понять почему это было принято такое такой персонаж то есть может быть плотика есть но как-то очень она странная и потом они целую серию тратят просто на на смак с иваном ургантом то есть целая серия они просто включают телепередачу такой сейчас мы вам расскажем какую пищу вы можете готовить из-под того что у вас в принципе растет в огороде рядышком или там в соседнем лесу оказывается можно есть сверчков оказывается можно этих желинов из каких там как назывался то это хирос квест какой-нибудь драгон квеста их тоже можно есть оказывается оказывается можно есть и кукуруза и просто серию на это тратят просто серию на передачу смак я думаю тебе отвечают чатики тебе отвечают чатики смысл в том что все эти рецепты знают но не передают знания соседям и как бы вопрос в шеринге был эта информация опять же опять же вопрос в шеринге то есть типа это есть у всех рядом вокруг есть вот эти вот одинаковые компоненты вокруг них но при этом знают только одна деревня что можно есть желина остальные не знают что можно и желина звучит рецепты известны маленьким группам звучит все равно как-то очень странно то есть хорошо это уже четыре серии потому что вот этот смак длился полторы серии наверное он начался серия закончилась он продолжился то есть он реально длился полторы где-то серии вот и потом просто серия какая-то отдыхалова и вот меня в этот момент немножечко сериал уже как-то вот попад наскучил потому что они окей тянут вот эту вот единую свою линию вот главного героя с каменным лицом который говорит типа очень умные вещи хотя многих вещей меня почему-то с ним возникли какие-то проблемы плюс ко всему это абсолютно не красивый сериал ребята правильно сказали вот в нем визуально смотреть просто нечего это ладно хотя бы анимация есть я так назвал этот сериал то есть его вот двигается вот этого как пути домохозяина отличает то что он хотя бы двигается потому что там вообще было просто абсолютно статичная картинка и потому что этот сериал вышел на 10 лет позже чем реинкарнация безработного реинкарнация безработного выглядит раз в 10 наверно лучше чтобы найти форестера спасибо найти форестера спасибо да ты с мангой перепутал поэтому манга не считается да я добавлю уже после того как закончу свой спич и вот это первые серии тебя еще как-то вот затягивает вот это вот отношение героев но потом ты начинаешь такую но окей а дальше то что будет ну вот помимо того что будешь просто вот рассказывать какие-то рациональные вещи но ты знаешь ты знаешь ты знаешь я понял что дальше не смотрел но я могу понять типа для меня вот этот сериал стал но во всяком случае по 1 серии он стал сублимацией моего типа игры в dnd когда я пытаюсь просто все просчитать все распланировать все вот так вот по-умному красиво сделать только здесь тебе еще нету шанса что гейммастер тезу руинит ты заранее как бы знаешь что чувак исекай носу него все получится ну вот в этом плане все все чуваки исекайнутые они всегда практически имба как бы не стараться и я к тому что ты говоришь хочу дальше и как будто бы а вот у меня нет такого вопроса мне как будто бы это и надо я просто рано бы читать не хочу типа пусть у меня говорящие голову вот так вот сидят визу играют и он просто мне дальше говорит как он перестраивает короля может быть я я не спорю просто у меня создалось впечатление что вот на эти шесть серии было вот 5 ну то есть в каждой серии хотя один бит вот есть какое-то вот его такого вот рационального поведения а потом ну ты просто смотришь вот за за тем как они едят еду как будто бы я могу то есть когда к девятому садили к восьмому сезону уже закончились интересные медицинские случаи уже надо было сабу на глобус натягиваете типа не помешало им сделать хорошего доктора потом спустя 10 лет который тоже вполне себе работы то здесь как будто бы вот и вот сел на это найти рельсы вот рационализма и едешь дальше но остановки очень редкие и в основном просто вот все единой какой-то линии идет поэтому вот где-то на середине сериала ну мне стало просто скучно потому что ну ничего по факту для меня сильно не менялась в том что происходит вокруг а как на зрелище на это вообще смотреть невозможно ну потому что это реально просто говорящий головы не более того поэтому я поле нет чатик значит говорит что дальше идет рациональная война сериал про то как чел рассказывает базу но экономическую и что в целом автор читал полторы книги вроде искусства войны а более ничего как будто бы достаточно все-таки круто но это забавно что когда чувак иссякается он макиявелли вы конечно да да я всегда хотел я хотел стать я всю свою жизнь хотел стать каким-то там административным работником своей префекту да и я решил попробовать посмотреть еще чего-нибудь истекайного но плюс-минус с похожим там подходом и следующей моей остановкой в этом просмотре стала реинкарнация безработного собственно про которую тоже уже сегодня было очень погоди и погоди окей вот здесь я немножко его да я во всяком случае в контексте реинкарнация безработного это мерзейший отвратительнейший душнейший чувак супер грязная пошлятина которая просто иногда over the top все перегибает и это просто иссякай почему ты сказал что тот же подход я не слышал ничего про умного персонажа в этом сериале слушай ну не вообще-то тут достаточно умный персонаж я не знаю опять же может это про мангу тебе говорят первоисточник или еще про что-то здесь есть некоторые ты вот омерзейшие вещи но их очень мало и одни вот не выкручены то есть типа знаешь среднестатистическая школьная эти гораздо пошлее я тоже не понимаю что там мерзейшего правда и одну серию посмотрел но например с они звук и рядом не стоит вообще ну то есть вообще а может первоисточник и таковой но типа в сериале нет вообще такого ничего вот но при этом ты включаешь этот сериал и такой типа опа это стоит короче раз в пять дороже приблизительно чем герой рационал потому что там сразу ну и и анимация гораздо детальнее и кадры какие-то подобраны интересные там просто иногда берут показывают какой-нибудь там ну знаешь типа нарисуют один шот какого-нибудь светофора на фоне какого-нибудь детализированного города в самом начале когда герой сбивает автомобиль разумеется куда же без этого это просто один шот который потом они не используют то есть явно больше рисует чем нужно всего и герой здесь ну опять же он может быть не вот вычурно такой вот рационал но он тем не менее перерождается в ребенка то есть он рождается вот грудничком фактически но при этом у него в голове мозг как бы взрослого 30-летнего хикки который интересно знаешь вот именно по первой серии вообще непонятно разыгрываются ли эти карты как-то то есть знаешь сама концепция то интересно да взрослый мужик вселяется в ребенка заново проживает жизнь и из-за этого должен понести какие-то преимущества и кроме того что он типа больше тратил на обучение то есть он читал самого начала магические эти свитки и книги на этом как-то я акцента нету большого то есть я говорю заявленная штука очень крутая он получается смотри ну это в принципе весь иссякай герой просто избранный то есть это основа всего иссякая в принципе вот здесь он начинает в первой серии ты правильный он такой обучается так говорит тут в этом мире похоже есть магия он нашел какую-то книжку про магию давай пытаться колдовать такой все пишут что типа мана ограничена так но если я колду и вот так вот то каждый день я начинаю колдовать больше следовательно я прокачиваю скорее всего свою ману значит она не ограничена либо она ограничена только пока я расту возможно мне надо как раз младшего возраста пытаться начинать кастовать маги потом такой ага а вот если я ее прочувствую вот так вот значит я могу ее кастовать без слов но тогда вопрос чем отличается будет магия ну мам магические спелы от зачарования потому что они же там плюс-минус равны идут то есть он старается все то есть да он не вот это вот типа не дает тебе лекцию по экономическому базису на 30 минут но он именно такой подходит ко всему такой так метод про по ошибкам давай вот это как как это это основная его типа черта и фишка по началу да бы просто этот сериал за 12 11 серий в первом сезоне всего то есть вот столько же сколько в принципе в этом самом в герой рационале там по 12 первом сезоне вот но за эти один серий сериал умудряется поменяться четыре раза в принципе он каждые три серии просто меняется делается абсолютно про иное может четыре может три раза но в любом случае да каждый там три-четыре серии то есть первые четыре серии он учится то есть его пытается обучить батя ему помогает учиться мама они нанимают ему училку которую он обходит по магии то есть они он получает там какие-то сразу уровни мастерства выше и выше и так далее тебе потихоньку начинают рассказывать про мир и несмотря на то что он такой все-таки ну как бы сказать он неправильное слово для все-таки эти сериала детские хеда то есть он такой вот ну совсем как будто бы не серьезный вот такой лайтовое средневековье волшебное внезапно какие-то очень начинают поднимать какие-то темы несвойственные немножко например там вот его батя в какой-то момент трахает их горничную и у него беременеет она от него и внезапно там возникает ситуация когда батя должен уходить мама там вся короче в этих самых в расстроенных чувствах и горничную надо выгонять она если пойдет она умрет и герой такой так надо вот этим сказать вот это надо вот есть сказать вот это разыграю вот эту вот карту таким образом и батя останется и вот наша горничная останется и мама будет довольна то есть он прямо такой потому что я проходил всякие визуальные новеллы я выбрал правильный просто вариант диалога так чтобы все везде остались и все это все еще это под поддувается внутренним монологом героя который вот как раз он как взрослый мужик говорит два вайбить это ради смерти ну да да в принципе есть такое вот но потом он там еще начинает раскрывать потихоньку мир что не все так хорошо в этом королевстве не просто одна деревня вот где у тебя есть батя охранник деревни и все остальные там не живут и начинает рассказывать про каких-то там раз древних спердов которые всех там убивали и там он находит девочку которая похожа на этих самых спердов и ее там все мутят и все там даже не девочку там на эту тему очень такая эти шуточка есть потому что там вопросы к тому девочкой ты или не девочкой опа ну там короче сцена он так они он считает что это мальчик еще и такой блин мы под дождь попали в грязи пойдем мыться и такой учет и не раздеваешься чё ты не раздеваешься но вот если вот в этом плане мер мерзенькая вещь то ну да он там раздевает маленькую девочку это показан абсолютно не видно и никаких с этим проблем не мерзенькая то что ну типа этически сомнительно как он воспитывает маленькую девочку с самого детства типа чего ну да ну воспитывает ну потому что он такой теплой я бы сказал что он слушай она пока по крайней мере в сериале типа она показана абсолютно ну типа нормально ты не видишь в этом какой-то прям очень конечно она будет моей потом но это вот буквально это уже немножечко нет это уже немножечко нет но это буквально это буквально вот дальше этого ничего не заходит то есть и он опять же не пытает он там иногда пытается ровление или и лезть к девочкам там под юбки но и говоришь типа любой там школьные эти в принципе то уровне этого и дальше идет потом потом внезапно сериал берет его просто делает как сюжетный ход то есть он не остается в этой деревне на протяжении всего сезона героя начиная по верху он постепенно растет сам по себе как герой установится больше и бы под сколько лет по разному между сериями то есть типа за первые три серии скипится лет 6 или 7 приблизительно но потом она останавливается практически там потом два-три года наверное три-четыре серии следующие вот потому что его батя отправляет в город потому что он хочет накопить денег чтобы в универ там поступить причем для себя и для вот этой девочки которую для себя растит вот его отправляют значит в город и он внезапно там учителем становится там четыре серии как он цундера должен заставить учиться просто магии она его постоянно там бьет и вот это вот все и опять же все вроде такое невинное невинное потом херак там одна охранница кошка и женщина у которой огромная грудь перетянутая просто ремнем что выглядит конечно очень вполне себе герой обращает на такие вещи внимание вот вот она берет возраст не она она взрослая там типа с малого возраста тянется с ним то все понятно вот и внезапно она убивает разбойников которые на них нападать внезапно смерть внезапно кровь отрезанная голова и он на это смотрит и охреневает просто то есть такая вот легкость вот этого вот всего местного средневековья внезапно в черноту в темноту вот это вот грязюку впадает но потом об этом забывает но все это мне хочется попросить тебя прекратить пересказывать этот хороший сюжет потому что он звучит как что-то хорошее что стоит смотреть хороший сюжет идет отсюда потому что буквально вот оно через еще четыре серии оно вообще тебя уносит в другой практический мир где герои уже просто странствуют и должны выживать там в пустыне без денег в кармане они там ну там начинается такой типичный иссякай про лигу авантюристов и ранги и получения опыта и вот это все но это в реально это происходит за 11 серий просто то есть сериал умудряется сменить себя вот так вот очень быстро и заканчивается я просят еще упомянуть что он снят охуенно он снят охуенно я же говорил взят в пять раз дороже чем то что мы видели до этого да 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 он снят охуенно абсолютно круто то есть ты смотришь и вот тут тут прям праздник для глаз и умудрить удивительно к умудряется тасовать между собой как раз такой вот абсолютно лайтовые сцены внезапно с какой-то жестью с какой-то серьезностью и заявлено самой первой серии потому что там открывается опенинг как дождь как очень клёвая сцена когда мы видим из его глаз как типа душа покидает тело только она не вылетает а наоборот она погружается вниз и мы видим докторов которые от него удаляется и как будто бы стоят на прозрачном полу то есть мы как будто под текстуру уплываем а там еще такой сиськи сразу следующий вот здесь вот здесь чатик просто орет 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 типа что богоподобно невероятно лучшие шоу за лет пять ну то есть типа я вторую половину еще не смотрел то есть там типа второй сезон он словно не второй сезон там как-то вторая половина короче как у титанов такая же так понял ситуация была потому что сериал дорога и вот его еще пока не сел смотреть но да выглядит он круто смотрится здорово плюс там вот опять же еще есть отсылки к его прошлой жизни то есть там наш типа он видит как девочку бьют и внезапно нас переключают на него вот этого жирного тридцатилетнего хики как его там задирали короче в институте вот это все то есть у него там еще внутренние все таки проблемы так или иначе его поднимаются не знаю насколько они там дальше будут развиваться но как минимум заявлено что мы не просто что очень хорошо да вот то есть мы не просто бросили персонажа в это тело и такой ну это просто хики который все умеет нет там это прям вот вот этот внутренний конфликт который в нем происходит относительно его прошлой личности оно так или иначе тоже поднимается куда это выведет не знаю но типа вот тут вот прям с удовольствием сидел смотрел выключать не захотелось но вместо того чтобы пойти и просто об этом всем рассказать я решил для нас еще и третий сикай хотя бы чуть-чуть застать один из тоже именитых крутых и так далее это восхождение героя щита который в принципе такой более классический сикай то есть он не про героя рационала хотя все сикай по факту про героя рационала потому что не попадают в мморпг и все из них играли в мморпг и поэтому знают по каким собственно этим самым она работает но вот здесь она если например в коносубе он попадает в мир типа мморпг в днд здесь он попадает чисто в мморпг то есть там прям статы появляются форвард арт онлайн практически да практически форвард арт онлайн только здесь герой он короче типа во первых вступление этого самого восхождения героя щита это просто то же самое что было в этом в герой рационале вот та же самая сцена он открывает книгу и его призывают в другой мир героем чтобы он спас королевство то есть фактически это тоже самое выглядит правда опять же дороже чем герой рационал вот но это в принципе не сложно вот но при этом у него тут только щит главное оружие он не может брать никакое другое оружие все его как бы там ну смеются над тем что ну как ну так не повезло тебе человек медленнее вас пожалуйста чуть медленнее то есть это это главная фишка всего сериала что он едино типа и исекайнулся без оружия у него есть только щит и в этом как бы мулька это и еще есть у них уже есть еще слой потому что начинается все как классический такой вот иссякаю то есть ну ему там выдавал он поскольку он такой немножечко неудачник ему там какая-то девушка выдается в партнеры остальные все к нему идти не хотят и вот и четверо героев всем всем досталось оружие ему щит вот и они идут копить опыт потому что скоро данж к ним придет им надо будет с этим данжем сражаться вот но буквально в первой же серии вот это вот компаньонша его короче кидает его объявляют там чуть ли не национальным преступником полным ну его спасает только то что блин война скорая поэтому на может понадобиться и он без денег абсолютно запятнанная репутация полным бомжом отправляется в мир пытаться хоть что-то с этим сделать то есть и вот здесь вот у него такое знаешь типа если в первой опять же серии он такой типа ну здорово хоть какой-то я герой я там типа хорош хороший парень сейчас мы прокачаемся будет здорово в конце первой серии становится таким прям супер циником абсолютнейшим то есть он там он всем начинает там грубить угрожать этот мир типа меня призвали в этот мир для того чтобы просто опорочить зачем я должен за них сражаться зачем я должен их защищать просто если они со мной так поступили они меня абсолютно не слушают да и пошли они в жопу я буду жить сам и и вот и начинает собственно вот этот свой путь то есть если он не с первого уровня с минус сотова практически уровнем потому что у него и деньги лишили оружие лишили вот единственный вот этот вот щит вот которые все-таки так или иначе там у него прокачивается который является его основным оружием который видимо как-то потом раскроется то есть там щит у него может менять форму может быть это исцеляющим веревочным и так далее вот я успел досмотреть только до первого их там столкновения с первым паком монстров, то есть буквально 3 или 4 серии, при учете, что первая серия идет почти час, вот. И, опять же, вот это, оно больше классически иссякает, то есть больше вот этого привычного, вот, просто героического сеттинга, но при этом это такое тоже немножечко другое взгляд. Во-первых, герой все-таки, ну, бесполезным изначально заявленным предметом, который в дальнейшем, видимо, как-то надо будет развивать. Плюс это герой, который взол вообще на всех здесь, кто его в это королевство призловал, потому что ну, его честь опорочили, его просто местным преступником считают. И вот он там спасает девочку, которая его рабом является, ну, то есть он, типа, попадает к работорговцу и покупает, там, самую дешевую типа себе в пати кошка-девочку. Но при этом даже с этой кошкой-девочкой он поступает, ну, сперва очень так жестко, потому что она обязана выполнять его команды, и когда она не выполняет его команду, у нее там печать такая, она ей больно делает. И он прям заставляет ее иногда, бей их! Давай бей их! Ей больно! Он говорит, ничего не знаю, бей их! То есть он прям даже с ней так жестко поступает, но в дальнейшем начинают раскрывать ее, ее предысторию, почему она там оказалась в рабах, что там вообще происходит, как притесняют этих кошка-людей, и так далее. То есть оно опять же начинает копать куда-то в глубину, то есть легкость, которая поначалу тебе кажется, ну, появился герой, всех убивает в РПГ, там, собрал монеты с монстров, пошел купил броню, пошел качаться дальше. Вот это вот все пропадает, и становится вот опять же какая-то вот такая вот чернуха, ну, не глубокая чернуха, но уже так все равно, так типа не такое легкое, получается, приключение героев, и начинают копаться вот в какую-то жестокость местного мира, что тоже здорово. При этом этот сериал, там, по-моему, 24 серии в сезоне, то есть он прям такой полноценный, если он на таком уровне тянется дальше, Тим, Кунгурыч уходит, время продвинуть Аркейн. Еее, ну мы Аркейн уже разбирали, Тим, мы не против, как бы, второй раз. Кива, спасибо, Тим. Ну, ради бога, спасибо, спасибо. Деньги-то я заберу твои, ты продвигай. С этих эфиров, да. Вот, то есть, короче, по результатам, что могу сказать, да, вот я посмотрел три... Погоди, Погоди, Вайк, пока ты не это, просто я не могу не прохохотать с чата, потому что чат такой, маг-исцелитель, это герои счета на максималках, а на минималках, и те, и другие. Так, маг-исцелитель, это, блин, вот, жаль, ты уходишь, вот, маг-исцелитель, блин, я по описаниям, я не помню, это у Гигука, или я уже у Джоша Зо непосредственно слышал его, по-моему, это, по-моему, это Джоша Зо мне уже рассказывал отдельно про маг-исцелитель. Это, блин, не... Если вы считаете, что этот самый, перерождение безработного, это какой-то грязный в плане вот этого всего сериала, то маг-исцелитель, это, блин, просто... Это Эверест, по сравнению, блин, с холмом вот около вашего дома. Потому что там что-то, блин, такие дичи творятся, судя по его описанию, и так это все наглядно, что это это практически самый мерзейший хентай, который вы видели просто в своей жизни, выполненный в формате иссякая. Хятки пишут это аниме из разряда «Почему это не хентай?» То есть если эти самые... Как это? Межвидовые рецензенты — это такая, типа, ой, приятная какая-то вот хентайна, то это, блин, от... Это неприятно, да? Это какая-то отвратительно-блевотная хентайна должна быть настолько, что... Черная Библия от мира не хентай. Что-то типа басковой, короче. Свадебная ваза от мира аниме. Да-да-да, поэтому... Мак-целитель не свой родственник. А он у нас и есть, да? Чтобы вы понимали насчет того, как этот сериал сделан. В год выхода аниме комьюнити разделилось во мнении, что лучше Аркейн или безработный. Хотя лично я придерживаюсь мнения, что все-таки необычное такси. Необычное такси, соглашусь. Не иронично, не иронично. Это будет первое, что я буду смотреть, как только ухожу из кинологов. Типа сегодня я закрыл вопрос реинкарнации, я пойду смотреть необычное такси. А потом сагу о Винлэнде. А потом, наверное, реинкарнацию безработного. Ой, столько всего смотреть надо. Да, реинкарнация безработная. Хотя там второй сезон сейчас, в принципе, не это всяк. Сразу давайте тогда еще. Давай, давай. Сухра. Доки, ну еще на прогулке с динозаврами. Спасибо большое, ребят. Спасибо, что продолжаете нас поддерживать. Спасибо, вымер. Да, спасибо, вымер. Вот, поэтому, если подходить вот, если подытожить вот этот мой длинный Сикаевский спич, в который я погрузился, то этот самый Герой Рационал, это, ну вот, если вам зашли его рациональные рассуждения, и вам больше ничего не надо, и если вы готовы, что некоторые из них будут казаться очень какими-то странными, и не настолько рациональными, насколько вы хотели, то, ну, как бы норм, но смотреть именно ради просмотра, ну, вот, кроме этого, незачем смотреть просто. Может, там, не знаю, в конце сезона это как-то там еще раскроется, но, типа, мне стало скучно уже серия на шестой. Реинкарнация Безработного обязательно надо посмотреть, вот, если вы хоть сколько-то заинтересованы в ней, обязательно просто великолепно, и дорого, и круто, и интересно, и постоянно какая-то движуха происходит, и вот второй сезон пойду смотреть обязательно после этого. И Герой Щита, хоть это и более стандартное такое иссякаевское произведение, но тоже вот после того, как закончится Реинкарнация Безработного, можно идти смотреть Героя Щита. По крайней мере, мне тоже хочется продолжить смотреть дальше. Чай, он длиннее, чем Реинкарнация Безработного. Я, конечно, может быть, еще какие-то... Я говорю, скоро я могу смотреть уже этот Исикайский квартет, или как он называется. Но надо еще Оверлорда, видимо, посмотреть там для этого. Мне кажется, ты так преисполнился, что ты можешь уже Исикайнуться сам, вот просто с легкостью, и будешь чувствовать себя как в своей тарелке. Возможно, возможно. Но меня еще позабавило, ты говоришь, типа Исикай берет, ну вот этот герой-рационал берется прям с ходу. Да-да-да. Начинает свой движок. Мне кажется, это в принципе уже настолько устоявшийся жанр Исикая, что они такие, давайте вот, типа, мы вот эту вот вступительную часть, где герой куда-то попадает, просто нахрен, ну вот, блин, в двух словах, скажем. Ну да, то есть, понимаешь, то есть герой считает, фактически он такой идет просто по библиотеке идет, это практически первый кадр, открывает книжку такой, хм, четыре героя, герой считает, ааа, его затягивает в книжку, вот это буквально, типа, первая минута аниме-сериал. Такие, забейте, какая вам разница, как он туда попал, просто забейте, типа. Не-не-не, это никакой претензии, просто именно вот по темпу самого сериала. Только титры закончились, да, вот после титров ты ждешь, когда тебя начнут заново наращивать напряжение, а тут тебе сразу телепортация человека в наш мир. Я, да, подождите, стойте, я только-только-только включил вообще, что происходит? А они такие, не-не-не, забудь, мы не будем делать никаких пауз, не надо вот это вот все рефлексироваться. Ну, про него говорят, в чатике я прочитал, что про него говорят, что он дальше в гаремник все равно превращается в простой, поэтому можно как бы и не сказать. Кто безработный или щит? Безработный, да и щит тоже, в тя, они превращаются в гаремник. Ой, 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 не безработный, а это в смысле рационал. Ну да, 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 рационал, рационал. Рационал, а я уже до этого досмотрел, потому что у него там уже три тяночки рядом ходят, поэтому там... На самом деле остался еще последний, который я тебе скидывал, может быть, чатик, пока мы будем дальше обсуждать, как-то прокомментирует, что есть еще Таня Зло, если я неправильно помню это название. Да, да, да. Ну, то есть мы его вбалили вот тоже, как и Секай про кровавого диктатора, маленькую девочку, который тоже, типа, все королевство перестраивает, всех нагибает, и абсолютное пауэр-фэнтези тоже вот на таких же рациональных. Мы просто его не брали просто потому, что, блин, там тема первой, второй мировой войны, мы столько военных фильмов в последнее время, что я такой, давай не будем, а, пожалуйста, эту тему. Да, да, да. Да, это правда. Ну, люди в чате радостные, да? Да, люди в чате сразу заорали, типа Таня, 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 так что, может быть... Ну, может, стоит, я не спорю, что может, стоит. Я сейчас по классическому фэнтези, скажем так, прошелся пока, что всякое может быть. Так, сейчас прогулки с динозаврами у нас. Кстати, неплохо так, уже, в принципе, высокие. Так, ну, я не знаю, Тим, Тим же, да? Да. Аркейн продолжить, просто мы, ну, реально, разбирали Аркейн. Ну, ладно. Там опять будет... Пускай новичок посмотрит, который к нам придет. Новичок посмотрит Аркейн. Кстати, да, да, нормально, да. Тоже интересно послушать будет его. Я-то Аркейн не смотрю. Вот Аркейн не посмотрю никогда. Блин, проблема Аркейна, что его надо садиться и прям смотреть. Ты такой... Это причина, по которой я Love Desen Robots не посмотрел ни к этому выпуску. Потому что я такой, не, ну, это надо как бы, так сказать, Man of Culture, там, вина купить, я не знаю, бутылку, еще что-то. А я вот пытаюсь понять, как, что едят вообще в Корее, как еду здесь добывают себе люди. Да, такие кимчи. Блин, кимчи, да. Ну, нет, тут, короче, просто проблема... А, потом расскажу о каком-то другом эфире. Ровно об этом мы с Васей говорили, когда тоже, когда Солод посмотрел Аркейн, мы ровно это с Васей говорили, что вот его надо... Чтобы его посмотреть, его надо сесть и посмотреть. Поэтому мы к тому моменту не успели. А я вот говорю, у меня с Аркейном случилась такая ситуация, как с любыми гоночками. Типа через, там, через две серии я уже такой визуальный стиль, да, хорош. Полностью в истории, а история не так меня сильно возбудила. Да. Так, сейчас вот когда-то доната пройдут. Давай, давай. Сука. Легендарное возвращение Димона на пять выпусках. Не воспринимай за претензии просто забавность. Ну, фанархи. Ну, ну... Мы, в принципе, не планировали, что оно будет просто... Это такой переходный период. Да, ребят, никто... Я видел какой-то комментарий, надеюсь, это был просто таксичный юмор, что Кунгуров захотел вернуться в шоу, и поэтому выбил Солодилова, а сейчас поставят нового, захочет вернуться еще кого-нибудь. Ну, правда, нет. Правда, было не так, и правда, поставили меня на переходный период, который, как бы, ну, и пора уже и честь знать. Мы решили, что новому ведущему самое время, и он действительно прям интересный. Правда, интересный. Да. Так, Тим, ну, собственно, ты же написал на Аркейн, я поэтому написал Аркейн. А или то, что оно было внутри кинобалов, ну, видимо, забыл брать в этот момент. Ну, на Бэтмена тоже спасибо. Я потому что... Круто, но... Нет, а знаешь, что круче? Как я встретил вашу... Знаете всех этих героев? Антон, Семен, Егор, Таня, Анна, я не знаю, я просто рандомные имена говорю. Я знаю, подань. Короче, давай. Что важно? Что важно? Я... У меня садится батарейка, это первое, что важно. Второе, что важно. Я не смотрел... Как я встретил вашу маму? Да. Я знать не знаю, что происходит, я сначала посмотрел ремейк российский, а потом посмотрел первую серию, Как я встретил вашу маму. И, типа, окей, во-первых, ну, наверное, самое худшее и самое главное, это катастрофическая актерская игра, просто невыносимая, это абсолютный гайдлайн про то, как, типа, портить шутки, не доигрывая их, именно просто выражениями лиц. Та же текстовка, но это просто не работает. И... А тут можно понимать, да, чтобы, для прелюдии, что здесь буквально тот же самый текст, те же самые персонажи, сука, те же самые декорации и даже ракурсы персонажей. В этом есть одна шуточка, о которой я позже скажу, но персонажи даже ходят так же, как ходят персонажи из оригинала. Ну, старайтесь. А некоторые шутки попытались докрутить или перекрутить или поменять. Например, член Смурфа заменили на сиськи Терминатора. И здесь шутка не стала ни лучше, ни хуже, на мой взгляд. Некоторые шутки стали как будто... Ну, я уже забыл, но как будто бы одну какую-то они сделали смешнее, чем была. Но некоторые они просто нахер не поняли. И это прям видно. Типа, в русской... Блин, жалко, я их все не выписал, но они просто, типа, не поняли, в чем шутка, воспроизвели слова, но монтажную склейку не сделали и просто состав шутки исчез из этой реплики. Я думаю, вы чего? Как это? Какого черта? Но я, типа, реально, я ставил на паузу 20-минутную серию раз 6, наверное. То есть, я посмотрю, несколько минут ставлю на паузу и почему-то... отвлекаю. Хохотал 20-минутную серию. я просто... Мне просто тяжело это было смотреть. Ладно, 6 и загрыл, 3, хорошо. Ну, 3 прям, я ставил на паузу, отвлекался в телефон, что-то делал, ставил там еще что-то, еду себе готовить, ходил такой, не, ну, стоп, стоп, что-то это... я должен посмотреть. Удивительно, конечно. А в оригинале мне барни понравился. Прикольный. Ну, барни всем понравился. Барни понравился? Барни. А барни понравился. Я думал, мне барни понравился. Я думаю, что произошло. Мне понравился барни. Это все, что... Главный герой мне показался в «Как я встретил вашу маму» вообще никуда. Совершенно необаятельный, никак не интересный. Его друзья, мальчик с девочкой, ну, допустим, ну, как бы они играют, они в образ попадают. Зачем смотреть, я так и не понял. Пойду бы ты оригинал именно, или про уже? Про оригинал, да. То есть, я как бы, начни смотреть ради барни, а дальше пойдет. А дальше пойму, да. Я поэтому друзей не могу начать смотреть, потому что я что-то включил первую серию, и первая же фраза «То есть ты не знала, что она лесбиянка?» Я такой, понятно. И я что-то выключил. И дальше не смотрел буслет. Просто не знаю. Я такой, если вы с этого заходите, что будет дальше? Но, может, имеет когда-нибудь смысл попробовать. И, в принципе, как я встретил вашу маму, она уже как раз вот в плеяду вот этих вот сериалов типа, друзейного типа как раз-таки заходит. Вот. И у меня была проблема, какая сегодня? Я такой, типа, захожу на торрент. И смотрел, да. Химим смотрел. В смысле? Два последних сезона, может, только не смотрел. Вот. А то остальное смотрел. Вот. Я такой, как я встретил вашу маму? Набираю на торренте, потому что, где я еще это посмотрю? Да. И он такой, типа, пожалуйста. Я такой, где я тут найду русскую версию? Кто ее вообще раздает? Есть такие люди, которые сидят на торренте и раздают русскую версию? Я не нашел. Начинаю пытаться как-то... Один есть. Один есть. Он раздает 150 киловитт в секунду, я не скачал. Поэтому... Наверное, это актер какой-нибудь, который играл в этом сериале. Вот. Я пишу Флину, где можно посмотреть. У меня кидает какой-то сайт, который заблокирован у нас Роскомнадзором. Но я бы тоже блокировал, если честно, этот сериал, поэтому тут как бы вопросов вообще никаких нет. К этому... Сезон Вар, кстати, нормальный. Сезон Вар нормальный сайт, так что это ты зря. Да я шучу же, блин, про... Эй. Сутку Вася испортил. Ну что ты, да. Мы же договаривались. Мы же репетировали. Через ВПН его посмотреть не получилось. Поэтому где-то на Ютьюбе какие-то перезаливы я нашел. И буквально типа на третьей минуте я пишу Флину, говорю, а имеет вообще смысл смотреть это, если я помню все фразы из первой серии, и они просто повторены здесь. Вот. И да, единственное расхождение, которое это было как раз таки сиськами Терминаторов, что как бы даже интересное подмечалово в каком-то смысле, можно сказать. Правда, никто, ну, никто у нас никогда так не говорил. И с другой стороны, да, это даже как-то обыгрывается, что типа никогда не начинайте с этого знакомства, потому что это нераспространенный какой-то мем. А в оригинале точно так же, да, пенис, смурфа, это не то, чтобы какой-то был мем, да. Не знаю, вот тут не знаю, знаешь, вот это вот работает твой культурный бэкграунд, ты такой, ну, наверное, у них это смешно, то есть, ты вот всегда можешь типа сказать, что, наверное, у них это смешно, когда смотришь русский сериал, ты понимаешь, я знаю, вот тут, ребят, вы не отвертитесь, вот этот бэкграунд я знаю, поэтому, тут не получится, поэтому, я не знаю, вот я спрашивал Флина, а пробовал ли он включать две серии параллельно или смотреть русский сериал, включая дорожку из оригинальной серии, потому что, возможно, возможно, как и в случае с, что мы там недавно смотрели, передублированное было, жесть, жесть, которую мы разбирали на Бусти, заходить на Бусти там, там жесть вообще, вот, что передублирование всех героев дает какой-то заподнизации твоему произведению, как будто дело его дороже, вот мне интересно, если включить реально под этот, под русский сериал оригинальную дорожку, станет ли лучше, и, вот. Я говорил до эфира пацанам, что на самом деле, да, я одну серию, я взял прям реально, я вот, небольшой тизер, я взял одну серию, лучшую серию с первого сезона, как я встретил вашу маму, которая самая кассовая, и поставил ее же адаптацию у нас, просто сидел и гонял их туда-сюда, и сравнил, и в какой-то момент я что-то не тут дорожку потянул, когда себе катал, и у меня получилось, что английская дорожка на русском видеоряде, и я такой, герои начали играть, и что-то начало оживать в этой всей схеме, то есть реально там даже, ну, то есть они даже, ну, Димон сказал, они даже интонации не попадают в оригинале, не то, что уже говорить пластикой, вот, и вот вам тизер, я просто на бусте, на наш выложу, просто покадровое, 10-минутное сравнение вот этой серии и серии из оригинала, просто где предметно покажу, где это смешно, где это не работает, и так далее. Слушай, вопрос к тебе такой, а они, они додумались позвать в качестве камео Кураж Бомбея, или нет? Подожди, задумываю, там не просто камео, там он озвучивает главного героя, закадровый голос, Кураж Бомбея начитывает, это вот это тот детки, это он, это он, а я думаю, почему так инородно звучит этот голос? Инородно, да, кстати, странным образом он даже, даже кураж, он даже инородный, я думаю, блин, вот это как будто реально дублировали, а точно, это же блин, он не попадает в себя же, я не понимаю, он озвучивал, ну на тот момент, он озвучивал немножко, там, два сезона, но он даже в себя не попадает, что происходит? С это, сейчас я немножко затезерив, что происходит дальше, да, действительно, я посравнивал их один к одному, ну я, один прям буквально, одну секундочку, давай, давай, э, э, что не, что не проигрывается? Давай я, сейчас, сейчас, погоди, я еще раз пущу, у тебя проигрывается? Нет. Да блин, сейчас, погоди, Кузьма, подожди, все сейчас будет, не убегай, сейчас, э, о, суха, то есть Кунгур так, не научится открывать донаты и не поделиться мнением о сериале Лютер, печелька на пса-призрака и выживут только любовники пополам. Ну, Кунгурыч не, не поделится, поделится кто-то другой, может даже. Зовить, зовить меня просто в гости, я и пса-призрака и любовники смотрел, а Лютер не буду. Так вот, а хотели Лютера как раз, пса-призраки, пофиг. Да. Я батарейку найти не могу, а вы меня донаты просите включить, а че он будет вообще? Ну, ходи там, ты все равно услышишь, долетит до тебя. Чтобы не донаты про донаты нет. Я вообще все слышу. Спасибо большое, Кузьма. Спасибо большое, правда. Да, я одну серию прям, тетерка кадр в кадр сопоставил и сделал из этого ролика, а так я просто посмотрел параллельно два сериала. Я шел первую серию, тут же вторую серию, ну, включая вас в отдельных моментах, где там, шутку не докрутили или эмоция какая-то вяленькая, и бывало, да, бывало, где и в оригинале, типа, шутка такая себе, но это не суть важная, это было два или три раза за все 20 серий. Интересно вот что, прежде чем предметно поговорить. Многие шутки действительно адаптированы, ну, то есть как с Пеннис Мурфа превратился в сиськи Терминатора, окей, и такого много в сериале, потому что не все понятно нам. Многие шутки выброшены за невозможностью адаптировать, потому что, ну, слишком сложно. Многие шутки выброшены просто так, и вопрос... Запомни, а была в первом сезоне серия про ТАНТРУМ? Не-не-не, это вообще пятый или третий, ну, как минимум третий сезон, нет, ТАНТРУМ появился... жалко, я бы хотел посмотреть с нашим отыгрышем, как бы они бы такой, какой-то там Никола Квас там орали бы, или что-нибудь такое. У нас есть вот такое, да, там происходило примерно. Вот, некоторые шутки, которые можно адаптировать, и даже не сложно адаптировать, они не адаптируются, почему-то, и выкинуты просто-напросто. Некоторые шутки были добавлены даже от себя просто докручены, Флин, прости, Флин, прости, ты самое главное выпускаешь. Ты страдал? Так это, подожди, куда ты торопишься? Я не упускаю, я еще иду к этому, я плавно двигаюсь. Некоторые серии были выкинуты, но окей, ладно, я понимаю, что была выкинута серия про День Благодарения, потому что, ну, видимо, родительский день, наверное, не настолько понятный, ну, не настолько идентичный прайзник. Ну, слушай, можно придумать так или иначе. Можно придумать, но они такие, типа, не можно придумать, и выкинули, да. Ну, и вот. Но самое интересное, что при том, что куча шуток была выкинута, длина серии возросла. Каждая серия длится примерно на 2-3 минуты длиннее, чем в оригинале. И я такой задался вопросом, разобраться, почему так. Если бы, если бы. Вот. Теперь предметно. Начиная, что действительно, во-первых, Кураж Бомбей озвучивает главного героя в старости, да, как в оригинале был, типа, актер, который играет Теда Мозби вот в настоящем времени, и Боб Сагет, старый актер, который играет его, ну, старый, более старший актер, который играет его в зрелости. Когда у тебя молодого персонажа в настоящем времени озвучивает, ну, не озвучивает, играет молодой персонаж, озвучивает тоже молодой кураж бомбей ты нахрен не понимаешь что происходит почему это два разных голоса просто и оригинальный сериал то тоже за это чмырили типа человек же не вырос в другого человека чтобы настолько по-другому разговаривать почему у вас два актера тем более это просто ему там уже 30 после 30 не то чтобы твой голос чего вы делаете а здесь в адаптации когда кураж которому не 50 вообще-то да ты не понимаешь просто почему это вот так перевод сделан полностью по куражу но некоторые особо яркие словечки выброшены что типа отдельная песня но типа вот они просто цитируют дословно куража бомбей видимо это было какой-то договорняк именно с ним вот но и ладно да отзвучу это озвучу давайте начнем с кастинга кастинг на самом деле не такой уж плохой как могло показаться у нас я хочу отметить что барни наш барни ну типа на фоне всех остальных даже ничего такой именно так вот правда там где он проваливается он проваливается но а по-моему барни настолько мисс каст я короче вот настолько прям угорел это надо знаешь здесь вопрос во-первых да они все мисс каст во вторых все-таки есть попытка когда ты смотришь новый сериал ты тоже начали тебе нужно время притереться вы смотрели по одной серии поэтому вы испытали то же самое что я испытал по ночам знаешь вот как я скажу димон вот типа все остальные просто разговаривают а это как будто пытается играть оригинального персонажа вот его можете получать венчик да я не все он один это отмечал режиссер что типа вообще ну или там их парочку режиссер горючо угоните у нас тут заслуженный к венчик который после этого сериала снялся еще в одном и больше нигде не играл просто потому что это проклятие которое будет висеть бельмом над тобой добавлю которую не понимаешь мне кажется что он по физиогномики по комплекции в темперамент не вписывается вообще то есть от немножко сложно объяснить но это как бы ну вот мисс каст именно на уровне вот мисс каста по моему то есть вот барни вот он прям видно он такой худощавый смазливый все мы знаем его настоящую ориентацию я уж не помню чем можно говорить что нельзя но типа он действительно выглядит как человек который просто красуется постоянно и готов тебе заставлять и надевать костюм а этот выглядит на них у такого же развивать и не гудкова же звать да да она реально реально надо было бы звать гудкова но иронично опять же что адаптация делалась достаточно буквально не пытались подобрать внешне и ты когда на и опять же я скорее всего вы не поняли они прониклись полностью потому что посмотрели одну серию я типа посмотрев где-то 5-6 серии я такой о вообще-то вообще-то у него мимика попала попадает он прямо местами он совпадает и голос пытается выкручивать он не похож на барни но местами он все-таки вытягивает я вижу вот эти вот кастинговые решения действительно во первых его зовут юра здесь ну потому что юра садовский барни стинсон да это тоже важно потому что здесь некоторые шутки адапта адаптированные еще на уровне персонажа или ли это у нас люся на который вообще вот здесь подбиратор актеров полностью сломался а может объяснить почему барни стинсон очевидно юра садовский потому очевидно потому что в этом нет никакого смысла да я все понял это была ирония лили люся еще как-то совпадает но там прям на ней сломался кастинг она не попадает вообще никак не похожа ни разу и еще даже цветом волос почему-то они обделили хотя остальные пытались прям подбирать один к одному или он даже знаешь она как будто бы вот в каком-нибудь в интернах должна на ресепшене сидеть вот там и отправилась мне не она там 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 другая тоже к венщица на другой маршал это паша потому что вот здесь тоже интересный кастинговое решение потому что на самом деле он прям хотя казалось бы маршал рокоссовский да у тебя идеальная адаптация которая уже готова он тоже типа ты вот за 20 серий ты начинаешь по подарка что рокоссовский не марша скорее всего тут наслаивается еще тот культурный контекст естественно катанута говорил мне да что ты знаешь этих персонажей и ты такой ты достраиваешь их себе это уже твоя фантазия в голове маршал он он прям старается он прям стараются у него вот это вот он единственное немножко местами переигрывает и где маршал такой он просто прямолинейный был здесь тупой такой типа не выкупает вообще шутки которые шутят и он просто типичный такой вася из третьего подъезда без оскорбления типичный паша из третьего подъезда его зовут паша не знаю почему я просто тобой диалог в основном виду поэтому меня васи нарисовался смешно что да это дима вообще никакой перевел это не я я опять же это и марс создатели его не критикую дима отлично нормально я себя ждите с этим тима ну вообще да я думал типа тет федя может быть тут хотя бы две буквы сапада то ли то ли то ли кстати вполне можно ролик нормально тогда бы он был толиком они тоже опять же когда он мог быть таля нам вполне себе то есть когда в оригинале тебя т.п. т.п. маршал маршал а здесь дим он у вас же полностью американский сценарий вы димонами называет но смешно когда до робин доходит потому что это катя у нас в оригинале робин чербацкий у нас к катя кривчик робин чербацкий там шутка была в том что она типа канаткой над ней постоянно стебутся потому что типа и доллара у вас на настоящий угадайте кто такая катя кривчик откуда она и почему не стебутся над белорусскими рублями тут но и почти как бы нормально как повезло что у нас тоже есть идентичные страны до соседи да 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 тут совпало но насчет адаптации давайте я хочу поиграть с вами небольшую игру потому что реально тут уровень адаптации местами зашкаливает где-то нормально где-то не очень пример у лили в одной серии алили приезжай домой она не была в своей квартире там несколько лет потому что она жила с маршалом с парнем своей приезжая домой обнаруживает что ее уже у нее отжали квартиру построили там китайский ресторанчик теперь угадайте что у нас в этот момент он заурвали почти 2010 года сериал форма еще тогда только входило в макдональдс шашлычка шашлычка и там где в оригинале короче там вас и встречал такой китайский ресторатор с видом умудреного мудреца вот это вот все от лишая у нас такой типа дядя вас ген такой а чё вы тут заходи ну прикольно нормально 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 и по этому поводу мне очень хочется поделиться для зрителей тем что в оригинале им удалось короче так таксиста сделать просто не просто мужик взрослый таксист и каким-то образом он оказывается смешным в каждой сцене потому что его перспектива работает а в русские такие ночью ты мужик простой таксист это как-то чё это мужик это чё смешно что ли а давай маленького грузина карликового посадим вот это будет вот это комическая перспектива я я не удивлюсь что потом он шашлычки завет комедийный актер знаменитый там солдатах который снимался еще в каких-то его позвали просто потому что там тоже таксист типа иностранец здесь таксист иностранец я я думаю что это не потому что он комично выглядит в кадре и он не карлик он просто низкого роста вы знаете этого персонажа но скорее всего если кто-то снимался я понимаю это нормально станет там индус был ранжи то который он потом стал мемным персонажем дальше это 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 ничего дальше смотрите в оригинале забавно только что он на самом деле украинец вот этот персонаж да игорь госпарян месторождение интересно вот я поэтому сказал мужик видимо да я как-то время считал свой про пакистан это русский русский в смысле который вот в оригинале он пакистанец не украинец в русской версии вот этот вот таксисты следующие приезжает ребята приезжает на конкурс двойников там пьяный элвис который домогается до персону до девушек и потом они вместе с ним приключается угадайте кого удостоили такой великой чести кого пародировал так давай так высоцкий мой мастер нет мимо давай я вот вот я не помню как зовут давай вот кто-то из чай вдвоем нет нет парни парни иванушки иванушки тоже мимо это верк сердечко господи понимаете масштабы кстати кстати опять же скажу что а кто если вот киркуров кстати мне тоже подумал но решил что не окей тут вот как раз то может еще борьба и сеев мичный эффект да 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 надо было дошутить шутку элвис типа не смешно сердечко смешно вот дальше вот еще парочку пример адаптации которые просто страны здесь я даже играть не буду потому что вот они приезжают на хэллоуин там выступает школьный акапельный коллектив шутка в том что типа ребята уже выросли но при этом до сих пор играют акапелл понятно у нас на хэллоуине играет группа демо почему-то видимо их заслуги как-то остались слишком далеко там позади и они пытаются из эту шутку сделать продублировать с другой стороны каждый последний раз слышал группу дыма она я перепроверил ну и что так это такой пыльный коллектив может вот это это есть в этом состав шутки окей хотя они и не душите ли как следует там просто знаешь это выглядело как когда мы смотрели гитлер капут и там начали на каждой секунде включался там какой-нибудь прокурор в этом действии состав шутки самая смешная шутка такая типа один говорит вот просто ситуация в оригинале грида у меня бонза брал мой одноклассник бонза заказывал эту группу себе на свадьбу бонза тот самый злой деппелин да говорит мой друг это бонза и злой деппелин который умер 20 лет назад и прошлом месяце заказал себе свадьбу понятная шутка да просто одна фамилия ну тут песка у нас это лев лещенко такой мой однокурсник лев лещенко но подождите стоп шутка в том что лев лещенко должен был быть мертв но он жив вообще-то шутка просто перевод перекручена на изнанку и и перестала быть шуткой но за туда и не работает вообще потому же бонза но это типа одно от 1 это но имя фамилия что это у него господи здесь лев лещенко полный совпадение ну естественно из-за этого импортозамещение начали напрашивается да и же они татсой поэтому тут тоже да да что то такое я не знаю что еще вот кстати если я тоже думал лучше я был местом летов вообще да димон прости это хорошо кстати тут же высота и про цоя или шаряпина было бы смешно если бы я не меня лень составлять шутку но типа тот самый цой типа нет они то не знаю никакой они тут построить на том что типа поэзиями о ком ты ну они то тоже певица но это было бы адаптация понимаешь нормально все что сложнее чем просто подобрать аналог в нашем языке у них не работает но из-за этого естественно это рождает кучу культурных несовпадений которые просто не работает на российского зрителя даже знакомого с контекстом то что русские люди которые ходят в прачечные празднуют хэллоуин день благодарения опустили слава богу у них есть вторые пилоты при пикапах потому что пикап почему не масленица и баня и масленица и баня опять же тогда была бы адаптация это не адапт ну типа это добыча день благодарения не вырезали а хэллоуин оставили я не понимаю кстати да то есть просто видимо тут у них может у вас там нет вообще хэллоуин есть я на всякий случай намекнул поэтому это во первых на десятый год во вторых это не так массово ну типа мы если ты говоришь тип мы знаем хэллоуин по западному так мы и день благодарения знаем по западному не 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 они на хэллоуин все-таки ну хотя бы окей в клубах особенно в десятом году были вечеринки на хэллоуин но то есть как бы хоть что-то какая-то активность тут есть поэтому я понимаю почему не решили ее оставить ну да окей тем более типа серия какая такая знаковая вот тут уж лучше оставить как есть но наряды там странно а шлюшка тыква на что сменилась то она стала шлюшкой такой причем так они называют то есть опять же когда говорят слать и пампкин в этом есть такая ну типа игривость да когда говорят шлюшка тыква это уже типа супер оскорбительно поэтому опять же когда мы недавно смотрели неадекватных людей здесь у меня не очень работает шутка когда они кабачок трахарня какая-нибудь было неплохо неплохо это опять же попытка какая-то когда девчонкам клеится в баре пацаны и они их изящно было быть баба ягодка кстати баба ягодка неплохо это работает сразу на двух уровнях хэллоуинское такое баба яга как будто бы да и баба ягодка вообще прекрасно учитывая что может я пару сценарий писать идти ну поздно уже поезд в 2010 год правда да надо отправляться и крайне из туда в 2010 и покажи им как правильно писать сценарий биткойны да можно и сценарий такой переписать когда-то биткойны закупишь шутка про то как девчонкам в клубе подкатывает мац пацаны и они их изящно типа все свали отсюда и я такой и и пацан послушно уходит я такой может быть на западе это работает я смотрел неадекватных людей там пацаны вообще-то не так реагируют когда их отживают а потом еще накидал и догнал бы еще раз оно такое не чужеродные вообще в принципе не очень органично и этому смешно что на уровне сценария тоже очень большие проблемы потому что на уровне постановки во первых все тусклых херовая как бы и оригинальный сериал не снят за гигантский за миллионы он снят достаточно бюджетника но то что бюджетника у них бюджетника у нас вы понимаете совершенно разные категории бюджета абсолютно все очень тусклое все выцветшие кадры высветленные герои не контрастные опять же я это на бусте отдельно прям по кадрову выложу вы посмотрите это прям наглядно видно потому что россия для грустных у нас сериал не выглядит веселым вообще он выглядит там как то место где можно было похоронить себе какой-то триллер просто детективный по цветокоррекции в оригинале контрастные цвета и одежды и все-все-все реальные пацаны например довольно яркие были не могу сказать могу вспомнить опять же мне кажется можно яркость как-то не обязательно прямо знаешь еще в химиме в оригинале очень теплые тона не такие прям от них ламповости веет не обязательно чтобы создать комичный эффект именно таких добиваться вот реальные пацаны мне кажется они в этом смысле яркие но по-другому они контрастно яркие как ну это твоя утенка технологии съемка штуку это же хрестоматийный пример из монти пайтона когда они делали показ своего фильма пока своего фильма в кино и просто зал не смеялся а потом они взяли и выкрутили громкость два раза выше и зал угорал как не в себя это типа хрестоматийный пример того что ну даже цвет кадра может действительно повлиять на шутка или нет и это может и и да я я уверен что это ну на процентов 30 это повлияло на восприятие сериала потому что он выглядит просто скучно он не выглядит не ним нету огня и искорки и ламповости а ламповость вообще важно для химима он про друзей которые просто друг с другом же опять же сериал в россии про друзей которые друг с другом живут чего но он же вообще не про ну то есть не попадает это не общага если бы это общага была да но они же квартиру снимают центр москвы не 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 такая злободневная история как в на западе как эти сволочь как можно квартиру с другом снимать что это за нет такого не бывает мы не в россии так что ты здесь бы это сработало смешно что они перенимая оригинал вот это меня вообще прям дико ржал в нотка оригинала в нотка ламповости оригинала строилась на том что актеры реально спелись там они давали интервью что они с первого дня съемочного почувствовали себя друзьями они почувствовали как будто бы друг другом уже долгое время вместе но там они видно у них химия гигантская не надо говорить что в нашей адаптации там никакой химии ни физики ни других наук вообще не существует особенно кинематография там тоже попадает но дело даже не в этом дело в том что нотка вот это вот живости сериала в оригинале было в том что они кололись во время чтения сценария ну то есть они кто-то так хорошо пошутит из актеров что 2 мы не выдержат и хихикнет просто героини ли там актерский химия внутри их тел была повышена они они я ровно также сломался до флин такой у них была химия не колонки немножечко добавим конкретики они ломались да давайте так скажем они ломались ломка была после только них голодь да твою мать портили они сцену своими хихиками но смешно в том что это оставлялась и ты видишь реально живую реакцию живых людей что делают в адаптации они все вот эти вот ужинки которые у актеров случайно получались они их отыграют они просто берут они думают что ну там же в оригинале как бы они они смеются в этом моменте поэтому и у нас будут смеяться в этом моменте то есть когда это естественно происходит очень хороший параллель с остином пауэрсом который мы посмотрели в прошлый раз да когда в первой части шутка про было симпровизировано это смешно во второй части они пытались ее отрепетировать это было нихуя не смешно ровно та же история в как я встретила вашу маму вот этих моментов вот и с междометиями проблемы потому что где гарри в оригинале там персонажи говорят у нас это ты чё ну прекрати ты же умеешь ну ладно умеешь играть это громко сказано что-то из тебя получается вот они не пластичные они стоят очень зажатые потому что не между ними нету такой дружбы но главная проблема наверное сериала в том что я посмотрел как раз по пути экспорт реймонда про то как портировали у нас оригинальный ситком все любят реймонда и превратили это в итоге в воронинах то есть этого это адаптации здорового человека когда адаптация продержалась на почти на 20 сезонов больше чем оригинал там 9 в реймонде 24 воронинах вот это успех оглушительный и там сложность в том что действительно есть разный уровень адаптации вообще на за западные наши коллеги не очень любят когда адаптация это прямо адаптация есть адаптация открытого типа есть адаптация закрытого типа открытого это когда тебе позволяют отклоняться от оригинального сериала но мало кто такой любит поэтому получается какие-то калькированные истории и ну иногда это это все-таки запросто самый главный вопрос ваша няня которую мы встретили это какой он ближе к закрытому но у них они все-таки им удалось я почитал про это вот очень интересный момент например например вот на очень банальном примере в оригинале он в оригинале там продюсер персонаж вот этот богач которому приезжает няня я не еврейка а он на британский проект чопорный британский продюсер у нас он чопорный москвич да на украинка приезжает окей здесь нормально здесь все попадает проблема начиналась на этапе продюсера потому что когда делали персонажа продюсером вот здесь вот это анализ рынка анализ реакция аудитория не посмотрели аудитория плохо реагирует на продюсеров они не могут сопереживать человеку при деньгах это плохо поэтому они делают его музыкальным продюсером все аудитория уже лайтове относятся потому что музыкальный продюсер совершенно другое и уже я выбираю ну нет нет просто когда продюсер это какое такого вот воротила денежный мешок наверняка это все продажная история вала а когда музыкальный продюсер но это творчество это понимаешь это жилка какая-то это у него есть какие-то эти амбиции проще действительно очень интересное уточнение действительно какой-то невербальный контекст как будто бы меняется при этом прикольно при хорошая находка это момент адаптации да а у нас когда химимпортировали судя по всему опять же если вы смотрели как этот экспорт рэймона там видно было когда оригинальный режиссер приехал сценарист точнее приехал и такой типа ребята ну здесь шутка в другом ученые давай ну то есть типа там понятное дело что наши вообще очень плохо выкручивали ситком перекручивали просто наизнанку выжимая из него ну потом все-таки они на серединке остановились и это получилось адаптация идеальная но типа режиссер был прям очень из такой типа нет эту шутку надо так ну вы что вы неправильно делаете не особо но потом он начал доверять культурному контексту и из-за этого все случилось здесь химим очевидно не пытались никак привести к общему знаменателю вы просто сделали так как сделали видимо это была закрыта какая-то штука со стороны потому что и актеры под кальку и ракурсы те же только хуже представляете феномен то же самое тоже самое абсолютно то же самое только хуже то есть типа как они реально все стараются выжимать но не выжимается нифига поэтому этот сериал конечно я должен сказать что в какие-то моменты я проникался я действительно я такой ну неплохо они вот здесь они попали маршал такой окей живой здесь и барни здесь попадает в мимикой в оригинального но 90 процентов времени конечно же просто кринжевал интересно посмотреть на западную реакцию на это посмотрел просто как люди посмотрев а есть такая серьезно да ну там типа не многочисленные отзывы тех кто смог ознакомиться как минимум с трейлером во первых там есть несколько хороших шуток которые на эту тему how i met your mother russia они назвали свой как они назвали мать его mother i ordered her of the internet это типа про заказную невесту из россии шутки или in soviet russia mother meets you ну это такая прям обязательно должна была состояться но интересно что западная аудитория оценила тэда они сказали что он гораздо горячее чем наш тэд и это они вот видно что они не смотрели трейлер посмотрели на этом остановились потому что нет 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 оригинале лучше они сразу сказали что бар не слишком старый где моя горячая что происходит тут же просто пожилой нравится мне но был комментарий тетенькам которые будут смотреть сериал по каналу стоит барни еще ничего такой гениальную вещь говоришь я реально все сейчас понял про этот кастинг ты абсолютно прав я прям клянусь что это именно это решение было до хорош но я поспорю все-таки потому что я думаю что это решение не с этим связано именно из всего пластикой которую он выдает местами он прям реально очень похож на барни но проблема что эти места там типа не это не про мимику и поведение про визуально а про кастинг про кастинг так нет я говорю кастинг именно скорее всего но на мой взгляд он был продиктован тем что он показал именно вот эту актерскую игру он выдал в некоторых моментах очень что-то близкое на барне не так лучше мы уже не найдем берем этого парня все и и здесь да и но некоторые отметили что типа хотя на фотках он выглядит на 50 он довольно пластичных самом сериале реально есть хорошие отзывы где пара отзывы было про то что это лучше чем оригинал в принципе не так уж и сложно было до были такие отзывы ну вот и мой любимый комментарий это по крайней мере у русских есть хорошее оправдание для недостатка темнокожих людей в сериале смешно ну вот и гидан в итоге как бы то ни было сериал старается место брели видно что актеры пытаются пытается что-то выжима ну кроме кроме тети робин которая здесь тетя катя пиздец как плохо это хуже чем но я же люблю тебя там было эмоции здесь никакой просто опять же посмотрите это на бусте я вам покажу где там в соседних сценах робин выдает но за одну сцену сменяет 10 реакций 10 эмоций и наша вот так вот говорит немножечко еще пауза между репликами вот так выдерживает это самый главный секрет сериала потому что да потому что темпоритм шуток у наших очень затянут они вообще не чувствуют ритмики и из-за этого даже в с вырезанными шутками которые были в оригинале сехал растягивается дольше чем было в оригинале понимаете потому что они у них очень тупо сделано там где внутри шутки они очень медленно переходит к битам шутки но между разными битами разными шутками они переходят моментально то ровная противоположность тому что нас должно было сделать потому что шутка пошучена время на реакцию персонажи что-то там побегали следующая шутка у нас шутка пошучена шутка пошучена шутка пошучена у тебя нет времени на реакции в итоге это сливается в какую-то однородную массу не смешного вообще тусклого фиткома все мне интересно вот что а ты ну видимо ковырял какую-то историю разработки не было никаких типа мы просто купили лицензию на сдачу и хотели чтобы наша младшая операторская группа потренировалась типа ну хоть какое-то объяснение происходящего есть почти как она появилась зачем это купили и почему так плохо сделали и кстати это самое стремное потому что они купили вот это просто оцени уровень логики они купили адаптировать сериал себе слово в слово потому что в россии этот сериал очень хорошо зашел в оригинале то есть понимаешь понимаю поэтому я и задался когда мы обсуждали сегодня карточный дом да у меня это тоже триггернуло немножко но там все понятно разный культурный контекст разный это адаптация реально а тут они такие этот хороший сериал был всем в россии понравился давайте мы купим и сделаем то же самое только хуже просто без всякого реально это же так нелогично его же как раз все и посмотрели вас же за это с говном и сожрут и сожрали не мудрено вообще потому что те кто не видел оригинала они такие непонятно те кто видел оригинал и пошли смотреть потому давайте что у нас там навертели вообще ничего не поняли но кто-то я видел пару хвалебных отзывов типа вот молодцы актеры очень смешной ситком но это было опять же это были опять же члены съемочной группы может быть может быть их расчет был на то что типа пользователи интернета и так этот ваш телевизор не смотрят но если в народ зашло значит возможно ну когда мы переснимем свой ремейк и покажем по телевизору для других до других глубинных слоев тоже дойдет и коснется может быть в этом был план но скорее всего но да какая же здесь какая попытка достучаться когда шутки полностью и и контекст полностью американский западный ну ты видишь видишь фальш в этом видишь что это не пристало нашей культуре и когда вы включаете руки вверх вместо какой-то классный рок-н-ролль на песне 70-х и персонаж под караоке поет ее это не то не просто внизу не можете заменить трек один на другой трек и типа все адаптация так не работает мира китая куда как как бы вы описали себя после просмотра первой серии и после досмотра всего сезона что это за два разных дмитрия такие а после но я стал к нему лояльнее со временем да потому что и и я типа я вижу что они пытаются сделать и действительно если дать ему шанс то он лучше не становится ни разу не ты видишь что видишь чтобы попытаются ты когда они пытаются типа как качественный контент типа к четвертой серии ты хотя бы привык что происходит и уже меньше претензий это не адапта это оригинальный сценарий . так что нет возможности снять пилот я ничего короче не смотрите это я сперва подумал что теперь нам осталось посмотреть только теорию большого взрыва белорусскую версию которая не сняли жаль что там всего четыре серии поэтому там немного но я случайно начал лазать по кинопоиску и наткнулся турецкого доктора хаоса он знаете как называется хики могло ну я лучше его посмотрел чем химин потому что издеваются над цветы мда поэтому я как преисполненный в не надо но можете просто порвать на тем как они пытаются а последняя я одну шутку понял с помощью перевода представляете который не понял в оригинале вот так что вот уже уже молодцы уже молодцы уже молодцы адаптация произошла хорошо теперь ты потратил сколько там часов своей жизни на то чтобы на один процент лучше понять любимый оригинал это это правда да блин когда я видел кстати где-то даже по моему да это доктора хаоса это похоже на него они просто взяли постеры приставочных людей ну да реальных телах и лори и тела то вряд ли хиллори нет нет я думаю что это прям оно я не буквально я знаю этот постера либо не уйдет уже пол постера спародировали просто я вот и должен сказать я вон сосуд по сосочкам а я милого как гитлер капут но не будем об этом ладно да кунгур ты начал корейский учить корейский это ведь капец очень простой и логичный язык статье его начал учить мужчина изя вы знали что у них не иероглифы алфавит такая у меня фиро алфавит не типа у корейцев нету иероглифов у них алфавит ну то есть буквально алфавит это просто буквы но чего и у них все слова читаются как алфавит они иероглифами никакими там нет шифров секретного него но в японии так в японии просто хлещ там у них два алфавита и еще иероглифы и ты можешь иероглиф записывать алфавитом их либо одним либо другим вот у них у них все равно есть хотя бы иероглифы все остальное ой просто алфавит я так чего вот это открытие но это я просто потому что флин закончил и поэтому можно делать плавный переход к вопросам через вопрос про то начал ли я учить корейский и давайте перейдем к вопросам вопросы главный вопрос остается так химикоглу уходи отсюда пожалуйста самый главный вопрос то это что у нас пока что в бусте происходит я бусте выложил я свой спешл про это ты молодец только какой сериал будем смотреть я понял я понял я агитирую людей чтобы вы подписались и заодно посмотрели спешл и проголосовали у вас еще есть время и сегодня уникальна для этого возможность где вопросы задают здесь можешь задавать в чатике флинт спасибо это очень хорошая идея по выжиманию денег из людей я ее полностью одобряю но да это убивая его вы чё я три года прошу посмотреть сериал кого-нибудь кроме меня так что самое пусть побеждает так убивая его 4 винланд 4 тут еще у нас что-то еще одно было рашин до общество повторилось но она по моему всего два раза и рашингол 4 а а рашин доу ну ребят кто один добавится давайте заскакивайте и на бусти и голос мы ждем тебя да только тебя а теперь к вопросам а вопрос по порядку от станислава литко в последние годы появилось такое понятие как мета-модернизм который пришел на смену постмодернизму как вы считаете эволюция творчества она бесконечна появится ли со временем что-то еще дальше и глубже чем метам а так уже появилась мета-мета-модернизм ну ладно или же прогресс развитие эволюция творчества и искусства на ваш взгляд ограничены и когда-нибудь мы дойдем до последнего фильма и последнего слова в кинематографе после которого не будет ничего ну про искусство творчество и все остальное это следствие развития философской мысли философская мысль это следствие развития мира вокруг нас и они взаимосвязаны очень сильно между собой поэтому типа очевидно до тех пор пока человечество не впадет в стагнацию на 10 тысяч лет все будет нормально в этом смысле ну типа 10 тысяч лет жили на мифах про геркулеса и нормально всем было и не особо что истории развивались и все остальное потом придумали прогресс и все и понеслась херня на по всей планете надеюсь это ответ или будет как в одной серии этого господи любовь смерти роботы про холодильник когда цикл перезапустится заново будет у нас заново эволюция может быть конец истории вот кстати фуку на как раз с концом истории и облажался у него как раз ничего и не получилось с концом истории но вроде не стесняется нормальный мужик и про что ему его что фукуяма я думаю чем такого снял то просто фукуяма если я ничего не путаю фрэнсис фукуяма в 90-х годах написал монументальную и очень великую книжку конец истории когда он предполагает что история закончится на демократии и что все человечество замрет все я вымер окончательно из веб камеры давно пора было вот что все человечество замрет книжка отличная интересная здоровская но как бы облажался не угадал но концепция супер заменилась это один из самых влиятельных философских трудов современности вот как бы ну вот на сегодняшний день не видеться конца истории современной мысли аминь звучит оптимистично да я как-то более фаталистично здесь дай бог дай бог кстати мне нравится от галайкса комментарий постмодернизм это не самостоятельное явление это переработка предыдущего контента но все в мире вообще любой вообще слой нет это же не так и папа 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 смотрите канал скрытый смысл который на самом деле очень хорошо про все это дело рассказывает готов его пропиарить мужик немножко ебнутый конечно сделайте на эту скидку но тем не менее очень толково всю философскую теорию пост мета и всего остального разжевывает конечно ебнутый много ты я начал смотреть канал сурены у него короче обзор фильма эверест длится пять с половиной часов у это хорошо он короче такой что такое горы короче как они образуются как у нас изучали эти горы кто первых это примерно как папку создать до windows вот практически дата товар и танкам там к фильму на в начале четвертого часа подошел я такой зашибе этого садил тот контент которого блин к сожалению нас в россии очень мало на западе много не чувак такой пять с половиной часов моей рецензии last of us такой вторая часть это просто отлично пять с половиной часов и у меня есть что на фон послушать окей окей еще от станислава ощущаете ли вы в себе какие-либо изменения по мере просмотра все большего количества контента например жанр который 10 лет назад вам не нравился нравится сейчас ой ну слушайте я тут всего полтора года но уже немножко до умеренно ебанулся что мне интересно стало смотреть мне стало интересно смотреть неинтересно но видимо просто перерасчет какой-то система ценностей случилось при этом наверное это никого не удивит но не был момент когда я такой щелкнул оха я преисполнился все в теперь мне понятно я и просветленный но так и не происходит обычно давно мне кажется не должно но с другой стороны блин ну конечно нас меняется типа я вот помню как любил смотреть там те же рубаки там например мне нравилось ему сейчас блин посмотрел рубаки учет какая-то постная херня я такой сам посмотрел к нудачи какая-то постная херня получилось изменился да 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 смеюсь меньше над комедиями вообще проблема не знаю как это грустно у васи прозвучало просто кашу от правда грустно и типа я вообще в очень малыш комедии смысле столько но зато если уж там какая-то шутка меня пробьет то это будет легендарней шутка из всех смеялся на все везде и сразу ну в какие-то моменты да конечно но я над резидент ивел смеялся потому что он и тут сложно нет а там одна из лучших шуток 21 года типа реально там никто не переплюнет эту шутку это просто лучше там 40 минут где к этой шутке готовят иначе никак ты про какую намекни ну ты смотрел и фильм мире сандрял резидент ивел фильм последний нет ну вот как и тебя есть там шутка которая внезапно случается настолько внезапно настолько так подано что ты охреневаешь на случается на сороковой минуте хорошо хорошо ладно уговорил тоже тоже посмотрю обязательно когда отдам дань это уж не то что я это не ври хотя бы да но им в риме нам-то не вред с нами 10 лет с нами общаешь нужно то можешь врать что ролик доделаешь скоро нам но но я посчитал его четыре месяца получается буду делать наверное хотел зайти и выйти на пять минут как всегда кстати закину на миллениум 2010 это мини-сериал собравшие слегка расширивший шведские фильмы про девушку с татуировкой дракона пусть будет будет спасибо я правда думал что меня миллениум ассоциируется с сериалом с этим с лэнсом хендриксон по моему который назывался который как раз где-то в девяносто девятом году был какой-то типа на рубеже тысячелетий он там типа а он назывался тысячелетия собственно в россии назывался логично подождите реально меня миллениум это просто фильмы шведские собранные раши буквально она и есть забавно мне интересно я посмотрел мне нравится святая девушка татуировка наверное мой ответ на вопрос как странно говорить когда умеет лица окей наверное мой домой ответ вопрос выше типа чё поменялось я очень сильно стал ценить дурацкое кино ну то есть типа если раньше такой сидишь и такое типа вот это хорошее кино плохое кино сейчас смотришь форсаж 9 и такой господи это же прекрасно это же просто фильм моей мечты он же он же восхитительный там вин дизель цепи бетонные дергает и потолок рушит но это как вообще такое я не знаю здесь какой-то вот свой пост ироничности но ладно виндизель 9 же отстой после восьмого восьмом это было выкручено в девятом уже вглохнуть ничего да и дело что это херово в девятом то есть восьмом было круто по-настоящему в девятом ну прям херово вот это вот и веселит то есть как бы наверное именно вот ну вот какие-то вот посредственные такие трешовые фильмы я до сих пор наверное с один из самых ярких опытов в кинологов моих это когда мы посмотрели мир юрского периода 2 или как он там называется в общем вторая часть новой трилогии я вернулся такой но два с половиной часа вот этот кадр прикольный был и вот этот прикольный кадр два прикольных кадра мне понравилось время потратил не зря то есть я как будто бы научился не обращать внимание на какой-то общий уровень что в целом плохо в целом не интересно скорее радоваться маленьким вещам и каким-то оригинальным штукам которые все-таки порадовали то есть я позитивнее гораздо смотреть забавно что это было по ходу как раз кинологов потому что как-то в начале там бомбил на самые первые именитый наш срач по поводу запрещенного приема где у тебя не был ты не видел там связи говорю ну прикольно же выглядит да 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 абсолютно абсолютно прав и вот типа чем дальше тем больше я такой вот здесь прикольно в целом говно да и херпы с ним на говно и говно главное что есть прикольные что вот резидент на тебя зайдет тогда приди до должен должен я просто играл мало и поэтому это первую а там неважно ну то есть там узнаваемые штамп у меня заряжут шут шутка зайдет даже если ты не играл поверь хорошо хорошо я просто у меня есть корейский netflix и в нем все еще можно выбирать языки теперь осталось только иероглифами в битере смотрю а он я не знаю он есть ли на netflix на наш профиль не говорим про нож и еду да тогда еще меньше каким отношением да но вот вы можете понять что несколько лет в кинологах заставляет вас полюбить говно поэтому свадебная лаза и свадебно если я так и не полюбил это сатанинская танго так и не полюбил по каждому должны быть свои границы это правда даже что флин не смотрел даже чате очень жаль вот прям жаль не могу просто слезы на глазах не могу давай лучше я спрошу вопрос от гитхабера который прилетел с данного и спрашивает сегодня вечером стоит выбрать посмотреть чипа и дейла или все везде и сразу что посоветуете я посоветую посмотреть все везде и сразу а сам буду смотреть сегодня чипа и дейла в сфлинт смотрят чипа и дейла бесплатно и без смс саник будет да 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 блин да все же в курсе странный интернет просто до какого черта почему просто дрова выкладывать скриншоты фильма в твиттер вы что да вы что да что с вами не так вообще кому это зачем под а ты же знаешь типа во важнее все что находится вокруг медиа нежели самой медиа это как типа там трейлеры после которых даже игры может не играть потому что типа даю что я прошел ну не знаю не знаю судя по преисполненным комментариям медиа здесь все-таки важно ну и в любом случае даже если вокруг медиа важнее чем медиа тебе чтобы вокруг медиа прыгнуть надо сначала прыгнуть в медиа понимаешь да это чтобы вот как бы под все было поступательно это несправедливо бесчестно и свинство вот я все сказал микрофон сейчас брошу но я не бросаю там нас все были грани значит вопрос кстати из донатов про выпуска на 9 мая пока что он в заморозке считаете когда он на пять выпуск человек или четко сказать нет нет вы считаете что он замон заморожен может если мне лен не будет я его в этот самый в вегас закину и каким самый там по моему мнению момент нет давай вообще не будем ценить эксклюзивность того что происходило так и порешили все нравится мне тоже давайте еще вопросы про опенинг разделение уже спрашивали реинкарнация безработного посмотрел два сезона пока один какая сцена самой запоминающейся спрашивает ренат шахи ух блин не знаю сушь не выделял прям запоминающихся наверное сцен вот так чтобы на сходу сказать ну ты не два сезона посмотрел поэтому да поэтому может и не случилось с тобой чудом будет хлеб те все про это писали весь чат если хлеб хлеб я как-то 7 был великолепен может и тут хлеб хороший умеет делать хлеб хлеб на меда предположим ладно поехали дальше вопрос владислава ястребова а хотя подожди еще от шахиева от рената вопрос последний в цифровой релиз вышел все везде и сразу и здесь в связи с этим вопрос когда спойлер к и будете ли пересматривать его хороший вопрос мы об исполнились что нельзя вообще про него говорить вот у меня вообще ощущение что я просто не хочу его пересматривать я по-моему говорил это и после выхода из кино типа он настолько как его это законченное ощущение оставил настолько он типа меня вымутал от начала до конца что мне просто не хочется к нему возвращаться пока я нахер его не забуду ну то есть когда я буду только вспоминать что вот великий фильм и все и тогда его пересматриваю сейчас как будто бы не знаю вот там человек швейцарский нож хотелось пересмотреть три раза подряд сразу же а здесь просто вышел и все отпустил но наверное ну можно сделать спойлер если кто-то помнит если надо пересматривать да я в самом согласен с тобой тем более что слишком рано он такой тебе мощный экспириенс предоставляет за раз и такая развлекалочка очень прям по полочкам везде и всю но принципе не то чтобы прям плохо было короче мы подумаем следите за обновлениями в любом случае ответе надо подумать надо вот еще вопросы вопрос от владислава ястребова как относитесь к кауфман увидели ли его последнюю работу думаю о том как все закончить никак не видел вот наступаю вам ценители господа что так я в исполнении макерикал видел ли его последнюю работу джима керри а я видел блять sonic в кино 2 поэтому стой подожди ты тоже видел sonic в кино 2 ты первого не видел да димон да я авто я первого не видела видел только второй и мне себя жалко по этому поводу абсолютно без помощи так что ты видел первый да ну короче энди кауфман это абсолютно легендарный потрясающий комик и чтобы все про него знать надо посмотреть фильм человек на луне снятый с джимом керри в главной роли очередная история про то как человек вошел в образ достал всех на съемочной площадке и потрясающе сыграл а энди кауфман это юморист который настолько типа ломал шаблон что в какой-то момент после своего концерта он пригласил зрителей на чай с печеньем и действительно собрал автобусы на целый стадион и увез стадион людей для каждого из которых было приготовлен чай с печеньем в отдельный молоко с печеньем в отдельном стаканчике все попили и разъехались и типа вот такой вот уровень юмора у чувака был и как правильно критик ностальгирующий в своем видосе рассказывал говорит но типа фильмом энди кауфмана про энди кауфмана были бы титры где он просто стоит хлопает и все и сеанс заканчивается и все уходят типа при этом заявлено продолжительность три часа вот такое что-то он должен был бы делать ну интересный чувак без глубокого код погружения наблюдений не в реальном времени сложно только я думаю как все закончить чарли кауфман а вот это была подводка в духе энди кауфмана к этому фильму конечно шутка была но вы сегодня многое узнали как в конце почти всех серий соус парка говорит сегодня камера сгорела а то бы она сейчас просто пережглась следующий вопрос давайте арбивочка и архип облома спрашивая кто-нибудь из вас смотрит радуатор медиа кунгура вполне мог оценить так то как они разбирают фильмы может подрезали бы от них идею колеса плохих фильмов не смотрел могу всегда должен подрезать по решали андрей антиликаторов спрашивать что скажите по поводу второго сезона эпидемии по мне так похоже на метро исход почти каждую серию смена сеттинга я я только первую серию успел глянуть поэтому могу дальше судить потому что там великолепный борис и впрочем где он не если не притяжение если не на самом деле много где он не но последние годы он очень даже да поэтому я первую эпидемию вообще терпеть не могу но второй сезон судя по всему вообще на голову выше предыдущего я слышу слышал очень много хороших может быть когда-нибудь очень большая очередь для тебя эпидемия под не вышел просто полностью поэтому пока помогли тем более жека малахов спрашивает давненько вы не брали новеньких сериалов может все-таки возьмите миротворца в актуалочку носа в толочку мы уже по-то подопоздали вот что еще у нас из актуального я даже и не знаю что такого у нас может быть но я миротворца уже посмотрел ну ладно ну так можно можно его взять да можно очень просто круто может ничего не делать здорово идеально нормально целый месяц вот но сейчас да сейчас будем решать асланбек кейров спрашивает привет кинологам как на ваш взгляд можно адаптировать отечественные по мотивчики иностранных сериалов чтобы они смотрелись интересно и не выглядели как наш ответ западу да не надо позиционировать их как наш ответ западу и не надо просто все слизу блин но это вряд ли позиционировалась как наш ответ если они просто все под копирку сделали ли надо с душой вот воронина видите воронин прекрасный пример счастлив вместе неплохой пример не родись красивый идеальный пример практически потому что у него какие-то баснословные рейтинги были у нас и при том что как бы это это даже него там есть британская версия есть американская версия мы как бы по моему мы адаптировали адаптацию уже я может быть ошибаюсь но неважно суть в том что получилось вот просто просто посидите подумайте и попробуйте что-нибудь новое создать они тоже самое воронина я говорю это идеальный пример прошел на мой взгляд вообще не похож на реймонда и при этом отлично вписывается вообще вообще в любой культурный код и в любой телевизор любой семьи если телевизор конечно же да в чатике предлагают актуальные сериалы лунный рыцарь во первых и он норм что последняя серия лунного рыцаря от просто фильм marvel видел такое мнение где в twitter не помню полицию токио еще предлагают и еще хочешь мы владеем этим городом от создателей прослушки может прослушку уже посмотрите наконец-то актуальный сериал оберн то отлично там не сбираю уже интересно ну а сейчас вопрос это задаем последние вопросы решим да как келебра оценивает отсутствие сюжета в реинкарнации почему-то именно тебе вопрос димон про эту инкарнацию никак ничего так я оценил отлично какой реинкарнации я не понял реинкарнации безработного и более того он спрашивает и какое мнение на этот счет уэста типа я пошло не так но вы больше здесь не будет я один уехал к сожалению поехали дальше толкал хала 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 блин блин ну блин хотя я не слишком знаком с оригиналом поэтому тут поносить судя по всему сага винландии саган винландии что-то еще надо мне кажется третьему как раз новенькому надо аниме чтобы загарить на где-то аниме я об этом и говорю давайте просто когда выберем третий сериал объявим новенького и пусть чачка выбирает чё он смотрит как вам такое тоже вариант сага винландии я бы если чё посмотрел сегодня объявим новенького или чё может быть уже захочет там в гости прийти как как же драматургии ну ладно окей не логично что если мы не можем выбрать сериал за новенького просто пусть чат решает чё новенькому смотреть справедливо окей это макс милязев думайте кто же любимая вайфу в реинкарнации безработного кошка девочка с ремнем очевидно который я не помню как их зовут всех разумеется но очевидно кошка девочка с ремнями которая показывает свой хвост не показывает там практически это один из тех моментов аниме эйса торти слушай а это хорошо нет в том и суть я помню просто реакцию на на визуалочку погоди ну в том дело он уже не отличается он же страдать так он прошел только одно дело которое там за полторы первой серии заканчивается слушай типа нормально нормально хороших а может слушай давай ему better call soul дадим первый сезон а не как бы во-первых чат решает и сам сказал ну как бы чат мы можем предложить можете дать ему better call soul нет но не мы сейчас а по раскидываем и создадим голосование типа ну да 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 конечно два уже есть варианта давайте давай достаем вопрос уже бы отвалился и люк спать следующий блин у меня курсор уехал сейчас лишняя лисью вот егор иванов спрашивает или иванов спрашивает лишняя ли сюжетная линия про геев в разделении димон сконцентрируйте пожалуйста во первых не спойлерите суки а во-вторых я считаю что вообще никаким местом нет типа это тот пример когда это круто когда это неожиданно когда это очень характер развивает персонажа и очень хорошо ложится в тему произведения ну то есть на каком уровне это не лишнее это очень офигенно сделано очень круто еще бы ты конечно бы по-другому ответил на этом сайте честное мнение на патреоне до следующий вопрос александра калужини спрашивает судя по прошлому стриму мун на это посмотрел только вест так вот как ему сериал кого на и ну на и а он сказал что очень хорошая актерская игра оскара айзика что ну в целом marvel потихоньку старается быть помрачнее и что последняя серия ну да крутая в целом он не бегал не хлопал в ладошки его спрашивал мне смотреть он такой нет тебе не смотреть ты не ты же научился ценить в мелочах радость находить да но если можно не смотреть то лучше не смотреть можно не ценить то можно лучше не ценить откатились на шесть лет назад ринат шахи спрашивает еще по разделению как вопрос как еще один вопрос как вам игра адама скота ну даже веру сериан красавчик вообще сильно играют вообще никакого я не мог отделаться от того что это какой-то сын тома круза и даура есть местами а тем более еще выложили тут надо на меднее фотка тома круза единственное где он выглядит на свой возраст и он реально вот просто вот вот типа кадры кадры если включить вот этот знаменитый гостер это же вот прям вот мем про даура который продолжаем наблюдение вот это лицо ну ну да ну да буквально да а поскольку вместо моего лица черном квадрат куда неплохо или того как на старого поставь вместо боя конечно валяется за выком фотки тома круза старого я пока следующий вопрос ой вот почему так много-то их давайте давайте за спидраним давайте через донаты вопросы задавать нормально хорошая идея кстати да где запись про гитлер капута капут что вам легче и проще смотреть фильмы или сериалы зависит там какой сериал какой фильм какая продолжительность какой жанр какой режиссер какая страна очень много переменных есть у вас более однозначный вопрос ответ на вопрос мне легче смотреть аниме у него ниже когнитивная нагрузка я не знаю почему но от блин только-то с озвучкой тогда потому что блин если только удар только сразу когнитивное напряжение появляется конечно но типа я не знаю у японцев же есть этот прикол что они все проговаривают 10 раз что такие вот прям в камеру смотрят разжевывают и как будто бы вот реально большинство аниме это абсолютный casual watching который прям можно себе позволить где-то вот вообще не напрягаясь вы не напрягаемся да где еще вопросы так подождите вопрос дмитрий кунгурова от романа суворова дмитрий будут ли еще стримы где вас со своим не парнем автором канала and action будете разбирать какой-то фильм по кадрам или эпоха прошла но коллективных уже нет все все я уехал в корею я теперь здесь живут так вася спрашивайте досудков слышал ли ты про исекай книжный червь или библиотекарь по сути похож на реалиста только снят нормально нет не слышал да их там этих исекаев там по 20 аниме в сезон выходит блины и дениса ковалье 20 13 вопросов там лично это проголосовать на пусть и несколько раз не динейки 13 а это просто 13 причин почему мы заканчиваем этот эфир проводи здесь черту объявляйте кто там кто там у нас новенький я не слышал а ну ну ладно разберемся поставь главное что ставки сделаны ставки сделаны ставок больше нет и так у нас наконец-то да да ходит до топа лютер которого про мента но по сути детектива и дрис эльба там ходит слушай но мне кажется нормально а если торни better call soul и лютер но только у нас не складывается там у нас в патреоне одну не только погоди так не менее это выбор а вы имеете ввиду этот выбор так что если у нас тут рядышком где-то сидят модеры которые могут голосование давайте лютер better call soul и и сатар не на и давайте текстирую потому что вижу в чатике вопросы господин милязев новый кинолог для него мы сейчас выбираем сериал на следующий месяц мой следующий выпуск с механиком воскрешение купе номер 6 последний я надеюсь больше не создастся условий в которые мы я вынужден буду возвращаться в срочном порядке вы плохом контексте вот дайте максимум мага целителя просит константин ну не дайте ему немножечко я но ребят сразу давайте вы же хотите чтобы вот но как бы я говорю я чувствую себя как водитель этого харлея на сходке этих издаков на спортбайк они каждый сезон новые просто все люди зачем с ними знакомиться хотя бы человек чтобы не сразу убегала но я проходил через это это конечно да я как бы запишу в нашу табличку мага целителя но давайте дожмем вообще макси мычем голосовал кто сделали или нет никто не сделала я занят из вас никто давай я сделаю как это делается настройки чё-то режим модератора не погоди там пол надо делать сейчас подожди это через рейдер дашборд это делается сделано или управление автора менедж пол да подожди все сейчас я на нее пол значит чё смотри нет это если бы глеб у нас тут пришел тогда мы бы обсуждали так вопрос соло и лютер так duration 2 минут погнали голосовать все вроде сделал давайте давайте голосуем голосуем быстренько 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 целителя успеем чё предсказуемо пока да и сатёр да 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 димон хотела это типа значит сага вилландия знаешь чё на самом деле у меня есть мечта мистер робот наконец ты ну сколько мы натянуть уже посмотри вот прям сегодня вот сядь и смотри чё тебе мешает вот сегодня сесть смотреть мистер роботы я понимаю что полночи уже если не час ночи но нет все сегодня мне мешает во первых желание посмотреть героя рационала во вторых то что меня заинтриговал реинкарнации безработного вот это вот прям не мешает теперь посмотреть проблема мистера робота в том что его как как аркейн надо сочиться и смотреть только аркейн ты можешь посмотреть за два дня в целом а мистера робота это надо с жизнью проститься на месяц и это будет прекрасный месяц твоей жизни эти клянусь да это правда но кстати у меня это я же сюда приехал на 60 дней смысле 59 потому что можно въезжать россиянам на 59 дней вообще без проблем вот без визы всякой ерунды и у меня есть внутри каундаун таймер такой появился прям четкий типа 59 58 57 а ты не выходишь из дома вот как жизнь оказывается надо просто по времени себя ограничивать есть концепция такая знаешь представлять что ты можешь умереть в ближайшее время и такой типа чтобы я сделал да за год после вот если мне год осталось иначе если вот так вот себе перестроить то можно начать но очень весело жить конечно можно нормально это как раз когда как бы ожидаемо и сатурни поэтому и сатурни смотрит максим у нас теперь есть лютер кто будет смотреть давай я я мне нравится эльба я и тогда только ты тогда сезона 2 пуш первый сын там три серии а посмотри да если там будет мало там короткий как там кит короткий очень сезон и поэтому ну а тогда я сагу а винлоджи наконец-то посмотрю блин викинги викинги анимешники кидающие бревно на 20 метров да это то что надо вот ну а так на сегодня вот у нас все обсудили чего могли хотели вам передали спасибо большое что смотрели спасибо большое что писали нам что-то спасибо тем кто поддерживает наше жалкое существование и существование нашей передачи увидимся в следующий раз в последнем эфире кунгурыча где он будет рассказывать как замечательный замечательный момент и фильме механик воскрешение он сказал это правда или типа того я такой да ну ладно хорошо а на этом на этом тогда все спасибо пока кинологии а